ну что же здравствуйте всем давно не виделись с вами с прошлого года и хочу поздравить вас с наступившим новым годом рождеством сейчас очень благоприятной энергии не знаю как вы я всегда чувствую на рождество что какая-то становится благостная энергия как-то хорошо прямо на душе даже лучше чем время нового года снова да то есть новогоднего праздника вот именно в рождество ну видимо то что мы живем в россии будто все чувства кто тоже чувствует что на рождество какие-то особые энергии не веду православное рождество поставьте плюсики только знакомых лиц девочки очень благодарны что пришли евгения very happy лишь догадываюсь кто это спасибо нас очень много сегодня это здорово и мы сделаем обязательно лунное планирование сначала я хотела немножечко рассказать про наши планы и про то чему я недавно обучилась что у нас планируется вообще ближайшие полгода я решила без видео так будет лучше меньше будете отвлекаться я тоже меньше куда ты как до записи нас будет и у нас всего лишь на час на полтора сегодня мероприятие небольшое такое потому что все таки праздники хочется последний день хорошо перед выходом на работу отдохнуть и думать тоже пока не особо хочется потому что ум еще ленивый такой после праздников вот но это хороший будет настрой потому что и сегодня дам вам очень классное домашнее задание и это самостоятельное домашнее задание вы можете делать для себя и уже выполняя его вы очень много о себе узнаете когда мы сегодня будем делать в конце планирования лунная специально сделала его в конце для того чтобы вы как можно более четко смогли сформулировать ваше желание и вы поймете почему да потому что желание могут быть не только приобрести что-то желание могут быть такие получить новые качества каких-то качеств избавиться улучшить до какой-то степени родовую свою историю и связи с этим сегодняшний вебинар потому что ну очень хотелось поделиться и вы знаете я когда не делюсь знаниями новыми информацией мне начинает тело прямо нагреваться к солнечной энергии очень мощно я давно это уже заметила как только поделюсь у меня сразу же такое выступает прям сразу после вебинара охлаждение не знаю что за батарейки солнечные включается но даже для своего здоровья мне полезно это делать не только для того чтобы помогать людям и для того чтобы действительно ценную информацию передавать да потому что мы все проводники что-то вот так отлично все включено для тех кто сегодня первый раз здесь у нас постоянно добавляются новые подписчики поставьте плюсики кстати чтобы знать кто впервые меня слышит впервые на мероприятие таком на открытом есть да здорово приветствую вас и для них просто вот я расскажу что мой мое предназначение заниматься распространением знаний по здоровому образу жизни и эрведической кулинарии также я ведический астролог астрология для меня это не какой-то отдельный такой блок не какой-то отдельное такое ремесло для того чтобы предсказывать что тогда для того чтобы людям делать такие карты которые так скажем будут полностью да всем а музыки нет у нас который был полностью все сферы жизни затрагивать больше конечно астрологии я занимаюсь для того чтобы именно смотреть здоровье и родовые какие-то программы и какой-то степени кармические задачи тоже можно видеть тем не менее а как вот я поняла для себя не хотела бы в астрологию углубляться очень далеко уходить да потому что там можно всю жизнь изучать также как аюрведу да только для того чтобы первые познать глубины аюрведы нужно 8 лет ее изучать доставлять здесь потом она только начинает открываться полностью но я постоянно находилась в поиске и я понимала что все все это это достаточно такое прикладное да то есть что нужна конечно синергия нужно заниматься и умом и телом и душой но пока что вот пока не познакомилась с эйкол хилинг в декабре у меня не было такой вот голове единой системы то есть использовала все с одним клиентом не использовала больше эти техники с другим другие вдруг совершенно абсолютно как-то внезапно хотя мы знаем что случайного ничего не бывает и как-то вот чудо действенным совершенно образом я попала именно на обучение которое начиналось уже практически через три дня на который уже не было приема и это было две недели обучение у канадского доктора жильбера динок сейчас сертифицированный коуч тоже по этой практике по этому методу и конечно обучение было просто сумасшедшие мне пришлось все планы отодвинуть потому что каждый день по несколько часов и одновременно с этим мы все участники там почти 50 человек было мы все личный коучинг проходили то есть мы сами там могли с доктором беседовать и даже этого не нужно было уже то что те знания которые он открывал уже тут же происходили осознание и тут же мы начинали делать раскопки семейного дерева и тут же мы разговаривали с родителями и что-то новое столько нового а сколько за две недели за эти о себе узнала я никогда нигде ни в какой йоге ни в какой урведе не смогла бы познать вот а я вам еще расскажу попозже кто-то тем более что у нас там даже ссылки будут на этот сайт вот а к сожалению сейчас доктор жильбер вино не берет практически на консультации людей консультации у него стоит 100 долларов но попасть туда невозможно он сам про это честно сказал поэтому он ездит обучает людей по всему миру и вот такое обучение он провел дистанционно из канады москву через московский институт психологии клинического анализа и пока что они не знают когда будет следующее обучение потому что возможно не будет потому что это было небольшое такое окно и было даже так что вот у него три часа ночи в канаде а у нас вечер там до вечер и получается он даже ночью ввел потому что график у него очень напряженный вот тем не менее ну человеку делится этим знанием потому что понимаешь что чем больше людей об этом узнает тем больше будет здоровых крепких семей и сегодня наверняка вы сами видите да что у некоторых родовые веточки вот эти они как-то хереют они как-то становится ну так скажем некоторых вообще заканчивается у некоторых просто становится такими слабыми достаточно вот у кого есть такая ситуация что например у бабушки было десять детей у мамы 2 а у вас один или не одного есть такие ситуации если у кого-то такая ситуация и вот у меня да такая ситуация то есть у моей бабушки было шесть детей у прабабушки 11 детей у мамы получается двое меня один до ребенок и вот ну причем могут быть много до здесь И вот, вы знаете, то обучение, которое я планирую по исцелению воспоминаниям, это как раз первая и самая главная моя задача, это продолжение рода. Ну, то есть для того, чтобы в течение года уже после этого обучения у вас ситуация улучшилась. Это произойдет совершенно разными путями. Это не обязательно может произойти каким-то одним путем. Можете это увидеть, то есть там может поменяться что-то у мужчин, может прийти мужчина такой в ваш род. Может у вас очень сильно улучшится здоровье. На Евгении увеличение. Значит, Евгения прокачала где-то хорошо. Но все равно заметьте, что больше двух детей мы не хотим сегодня. У нас есть такие, вот у нас на осеннем детоксе была Мария, замечательная девушка, у которой четверо детей. И действительно бывает, что тяжеловато ей помогают, но хотелось бы, чтобы больше помогали. А сегодня не всем мамам могут так помогать, да? Не у всех есть такой доход. И, конечно, у нас в уме уже вот, ну, хотя бы двое, да? То есть он говорил. Ну, а так не должно. Потому что, сами понимаете, ну, так скажем, Галина, если уже рожать можешь, значит, да, конечно, Галина, внуков, правнуков. То есть, конечно, это действительно будет идти прибавление в роду, то есть неважно, да, уже у кого это будет. Вот. И продолжая знакомство, да, то есть я, у меня очень много тренингов, мастер-классов, большинство из них были первые тренинги по питанию, да, потому что, вот даже как и доктор Жильбер Дино говорит, мы можем только один метод какой-то использовать. Хорошо, когда мы можем синергию использовать. И сам он вообще был массажист и рефлексотерапевт и начинал с этого. Почему он увлекся этим методом? Потому что, когда он помогал излечиться пациентам, он лечил массажами и глоукалываниями и бадами, да, очень хорошими. В Америке, в Канаде хорошие бады, вы знаете. И когда он видел, что пациент излечивался, он через некоторое время приходил опять снова с той же проблемой. И в течение там большого количества времени, нескольких десятков лет, когда он это наблюдал, он понял, что излечение это не происходит, да, то есть это двигается просто. И вот так он тоже попал на рекол хилинг. Его учителя это доктор Хаммер, новая германская медицина, и доктор Клод Саба, ученик доктора Хаммера, а также еще, насколько я помню, Бертран, Лемье Бертран, по-моему. Вот. И вот то, чему я обучалась у доктора Жильбера Рено, это как раз такой симбиоз. То есть там есть и тибетская медицина, и я, например, вижу аюрведу тоже, как можно интегрировать в это знание, даже астрологию. То есть получилось так, что когда я обучилась этому рекол хилинг, все мои знания, они собрались как будто бы вот раз так в один шарик светящийся. И все стало так легко и так просто, и понятно, что не нужно слишком много методов использовать для исцеления. Вот. Ну и закончу знакомство, да, в том, что наша Академия Аюрведы, она за то, чтобы семьи были крепкие, счастливые, здоровые, благополучные. То есть понятно, что предназначение своему человеку, хочется найти самореализацию, хочется и богатства, и изобилия. И все это мы будем сегодня с вами писать о планировании Луны. Но первая основа всего это все-таки семья. Если вы согласны, поставьте плюсики. Если согласны с тем, что семья это главное, да, это то место, это ваше гнездо родовое, это то, каким бы вы ни были богатыми или бедными, там всегда вас поддержат, там всегда вас полюбят. И это то, что это ваши корни, да, то есть дерево без корней, какой бы красивый крон у него не было, то есть оно не будет долговечным, оно не будет здоровым, сильным. Вот. То есть это как будто наша сила, да, то есть это наша такая сила, которая невидимая, которая нас уберегает от любых несгод, от любых печалей, от любых болезней, от любых катаклизмов в жизни. Я очень рада, что вы согласны со мной, что вы тоже такого же мнения. Вот. И тогда давайте дальше начнем. Хотелось бы уложиться где-то в час-полтора сегодня, чтобы тоже вас задерживать. Немножко расскажу про наши планы. Кто знает, кто на картинке, на фотографии вырисован, что это за пара такая чудесная, кто это такие. Напишите. Да, Надежда, у меня в семье поддержки, у меня тоже это было такое, у многих такое есть, и, ну, это очень важно понимать, как получить эту поддержку. Видите, как все, ой, ой, как много, как много вас знает Тахира и Василина, Василину, не Василиса, Василину Хайерову, наша звездная пара, да, наши сооснователи Академии Айурведы. И действительно, как бы эти люди, вот они здесь такие счастливые, расположены. В прошлом году у них была свадьба, и родился ребенок в конце года. И они сейчас живут в Индии, там же у них родился ребенок, и они проводят йога-туры. Поэтому я Вас приглашаю сразу на йога-туры, абсолютно реально сейчас взять и билеты подешевле, все это Тахир может проконсультировать. Для этого нужно просто написать ему на электронную почту, или все контакты, фотографии, информацию о прошлых турах Вы можете увидеть также на вот этой страничке ВКонтакте. ВК.ком слэш ЯТИН Диам Эш, да, то есть Эйс Эйч. И, то есть, первое, что у нас планируется, сейчас расскажу по порядку, тренинг «Вспоминая, исцеляю». Это тренинг 6 занятий, вводное занятие, можно считать даже сегодняшнее, потому что здесь я немножко расскажу, для чего это вообще, и дам Вам уже инструменты, с которыми Вы можете поработать и подумать, нужно ли Вам приходить на тренинг до 24 января, потому что первое занятие начнется 24 января. Но я попозже расскажу обо всем этом подробно, потому что уже заполняя анкету, например, да, вот специальную, которую доктор Жильберлино разработал, Вы уже найдете ответы на некоторые вопросы, и увидите Ваши точки слабости, да, то есть Ваши точки ранимости, с которыми нужно работать. Но опять же предупреждаю, что так сразу вот анкета эта не заполнится, то есть мне понадобилось тоже примерно 2-3 недели, чтобы полностью все вот пробелы закрыть. И некоторые способы я буду обучать на тренинге, если совершенно нет возможности узнать о родовом дереве, как можно интуитивно с этим поработать, со снами, с маятником, как можно вычислить, да, вот эти родовые травмы программы и их отработать, то есть отмолить, прогревать и закрыть эту тему, потому что я с одной такой темой я сделала, а у меня получилось, я сразу почувствовала, прям пошел такой поток хороший очень. Вот, поэтому это понятно, что мы до пятого поколения многие не знаем наших предков, но до третьего поколения, если Вы проработаете, уже хорошо, здорово, потому что там видны некоторые повторяющиеся моменты. Вот, и поэтому вот эти инструменты я Вам сегодня дам, и про тренинг тоже расскажу, потому что можно будет как абонемент купить на шесть занятий, так и прийти на первое занятие, или на то, которое Вам интересно. Занятия я сделала шесть по самым таким самым-самым темам, про детей тоже тема будет, мне давно просили про детей, но как-то все вот у меня про детей не получалось, а теперь у меня накопился такой хороший опыт практически, да, то есть из своей семьи, что вообще на здоровье сильно влияет, на счастье детей. И поэтому я специальные занятия даже про это сделала. Вот, кроме йога-туров в Индию, которые будут в феврале, в марте, да, то есть там ближайшие же там уже числа февраля, по-моему, первые, вы можете также заказать уже приехать в июне на Алтай, а потом в июле, в августе на Байкал. То есть это то, что Вам дежит реально удобно. Мы работаем как команда, то есть Александр у нас технический мозг всего, да, и продвижения в интернете, без него вообще бы на нашей встрече с Вами сегодня не было. Я веду именно тренинги в интернете, работаю с людьми, индивидуально консультирую, в своей части, да, по-женское больше. И Атахир с Василиной, они работают уже в полях, как говорится, да, то есть там, где Вы можете еще на физическом теле ощутить и медитации, практики, йога, и попробовать, да, главное, все, что мы готовим. И очень здорово, что сейчас так получается, что клиенты Атахира, Василины приходят к нам на занятия, с наших занятий туда приходят клиенты. То есть человек может получить такой разнообразный многосторонний опыт. Ну и для этого мы работаем, да, то есть именно как команда. Затем у нас в планах весенний детокс будет. Я долго думала, проводить его или нет, но мне самой нравится проходить такие детоксы. И так я подумала в корыстных целях своих, что я тоже, пожалуй, хотела бы с командой, с группой это проходить. Ну и потом я знаю, что много желающих уже есть на весенний этот детокс. И я придумала новую программу. У нас будет все по-другому, будет тоже вкусно, будет здорово. Но у нас будет именно поэтапная такая очистка понедельная. Ну тоже все эти продукты будут доступны. И не будем мы сидеть на одной траве, на одной зелени. То есть у нас будет все очень здорово, снаобразно. Вообще весенний детокс, он такой, скажем, достаточно, он больше на печень, да, направлен, на то, чтобы почистить печень. И, конечно, там будет много очень веганских продуктов. Это да, это понятно. Но он такой щадящий достаточно, потому что все-таки весна, это еще холодно, да, март-апрель во многих, спасибо, Альбина, во многих регионах. И поэтому он будет достаточно такой щадящий, достаточно щадящий. Не будет таким, как осенний детокс, он будет полегче чуть-чуть. Но так как он дольше, да, получается, он там 40 дней практически, то он даже больше, 47, по-моему, то действительно как бы изменения очень сильно будут происходить. Но я решила в этот раз сделать, вот, без, не сильно опираясь на православные вот эти вот каноны, да, потому что, как правило, ну, мы немножко другим занимаемся на нашей школе. И мы не будем сильно там в религию ходить, мы просто будем телом заниматься. Кто хочет, он может соблюдать еще, конечно, в своей конфессии, да, все это, потому что мы приветствуем все конфессии, вы знаете. Вот. Сразу скажу, что очень много было желающих на индивидуальные консультации, на исцеление воспоминаний, мы на другие. Но у нас так получается, что в январе вообще нет места. И я посчитала, из-за того, что у нас будет идти вот этот тренинг, в феврале всего лишь 6 мест есть, в марте 3, в апреле 8. Ну, поэтому, если кто-то очень-очень хочет, то вы успеваете. Я сегодня дам ссылку на консультацию по исцелению воспоминаний. Но на самом деле лучше пройдите тренинг, консультация стоит от 2,5 по исцелению воспоминаний до 5 тысяч разовая консультация астрологическая, а весь тренинг будет стоить около 6 тысяч, там, я не помню сейчас сколько, чуть попозже, Александр нам даст ссылки. И поэтому лучше пройти весь тренинг, чтобы все системы, свой организм прокачать, потому что у нас там много будет очень интересного. Вот, а тем не менее, как бы, ну, все равно запись есть еще, да, то есть можно будет. Галина спрашивает, все о похудении, как набрать вес, боюсь даже чистки проводить. А у нас, Галина, специальное занятие будет, а второе будет занятие в начале февраля по реколу хилингу, по исцелению воспоминаний. Там будет про нехватку веса и про набор веса, потому что конфликты там, которые лежат в основе, они одинаковые. Ну, я как раз про это расскажу. Вот. Марина пишет, что чисток можно поправиться, наладится обмель веществ. Да, точно. Можно как похудеть, так и устранить, так и поправиться, да, то есть если причину оттуда убрать, из-за чего все это происходит. Вот. И, конечно же, у нас все ближайшие полгода будут новые рецепты, будут открытые вебинары тоже, будут новые курсы. Вот. Если не поправляетесь от чисток, Галина, тогда точно ищите, ну, вот, поисцеление воспоминаний, то, что мы сегодня поговорим, истинную причину. Итак, я уже рассказала, да, немножко, что мой учитель, это доктор Жильбер Вино, около 70 лет, ему сейчас 60, по-моему, там с чем-то, и он очень хорошо выглядит, кстати, очень много работает, то есть я просто удивляюсь в работоспособности мужчин, когда они что-то такое делают, что помогает тысячам людей. А Жильбер уже провел 40 тысяч консультаций, доктор Хаммер более 60 тысяч консультаций, и каждый из них, он внес свой вклад вот в эту систему, потому что, смотрите, сейчас пока нет книг по этой системе. Как-то вот так не получилось, не хватило им времени написать книги, но доктор Жильбер Вино в этом году издает на русском языке одну книгу, она, конечно, будет такая, как справочник, да, больше, но я вам обязательно сообщу, когда она появится, потому что нам обещали первым ее отправить в феврале, ну, к ученикам этого курса, и там будет очень полная информация, то, что даже нам доктор не успел дать. Что касается вот истоков этого метода, я чуть позже расскажу, как вообще, это с чего началось, с доктора Хаммера, это вообще 80-е годы нашего столетия, сами понимаете, что так как это очень новый достаточно метод, он на сегодня, он на сегодня вообще, в принципе, еще мало где изучен, он в основном через тренеров распространяется, через консультантов, коучей, и здесь очень важно как раз то, что мой доктор, мой как раз преподаватель, он работает с врачами. Вы знаете, да, что врачи, у нас как-то так разделилось в России, кто согласен, поставьте плюсики, что врачи, они вот только работают традиционно, и все вот эту эзотерику, психосоматику, не очень-то, да, они как бы их уважают, даже наоборот отрицают. Всякие биодезонансные диагностики от паразитов, все у них сразу табу прямо. Если люди работают в эзотерике, они отрицают врачей. И даже у нас, вы наверняка слышали, да, что по первости у нас даже такое было, мы против лекарств, мы против врачей, давайте там лечиться аюрведой, йогой. Я тоже сейчас, кстати, так и не думаю. Я считаю, что врачи очень много могут помогать. И вот даже когда мы детоксов с ними проводили, я советовала сдавать анализы, и рассказывала, как сдавать. Потому что, ну, действительно, вы многое можете узнать от анализов, и многое можете узнать от врачей. Ну, вот здесь есть такая золотая середина, потому что вот в исцелении воспоминаний у нас была одна такая тема, конфликт диагноза. То есть когда врач ставит диагноз, и человек начинает реально заболевать этой болезнью все больше и больше. Знаете, почему это происходит? Ну, вот вы подумайте, самовнушение, да? Какие у вас есть варианты? Как вы думаете, почему, когда человек вот живет себе, ну, допустим, сахар у него поднимается, иногда, иногда опускается, то врач ему бац, говорит, у вас диабет второго типа. И у человека как пошло, 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 и все, и сахар все выше и выше. Как вы так думаете, почему мысль? Ну, конечно, да, куда мысль, туда энергия. Страх, да, правильно, страх тоже есть. Установки, самовнушение, вера, да? Да, вот Альбина ближе всего к этому ответила. Вы все правы на самом деле, но Альбина, вы ближе всего ответила, сильная вера во врача. А почему тогда, скажите, почему сильная вера во врача? Почему врачу в данный момент человек доверяет больше, чем Богу, например, да? Он же может пойти голодать, там, молиться, сесть на диету и излечиться, да, от заболевания. Почему врач в данном случае выше Бога становится? Я вам расскажу. Да, правильно, Анжелика. Анжелика уже в теме, потому что, да, уже в группе нашей говорили. Молодец, что вспомнила. Действительно, когда вы были маленькими, то есть вот в отцелении воспоминаний очень много работает с детством. И сегодня вот я расскажу про эту фазу программирования, почему это так важно. И это поможет вам не только себя прокачать, но и ваших деток уберечь от многих заболеваний и излечить, если уже есть заболевания. Получается, когда вы были маленькими и болели, тогда же эзотерики вообще практически еще не было, да, не развивалось. И вы приходили, и врач приходил, чтобы вылечить вас, и родители, они очень беспокоились, вы это видели, и они слушали все, что говорил врач. Но родители для вас – это сверхчеловеки, это и есть боги для вас. То есть бог мама, богиня, богиня мама, бог папа, да, то есть для маленького ребенка боги – это родители. И тут вдруг появляется сверхчеловек, сверхсущество, сверхбог, который говорит, и ваши родители, которые и так боги, они начинают его слушать и следовать тому, что он говорит. И срабатывает вот такой вот у многих людей, особенно тех, кто постарше, да, срабатывает вот такой конфликт, такая вот реакция, установка, как вы сказали, что так как врач внутри подсознания у меня – это сверхчеловек, сверхбог, то все, что он говорит, я буду этому следовать. Если он говорит, что у меня диабет, значит, я буду этому следовать. Понимаете, да, то есть, ну, вот такой тоже есть конфликт очень серьезный. Вот, но мы говорили про то, как вот это все началось, исцеление воспоминаний, и действительно, почему я очень рада, что именно у канадского доктора я обучилась, и именно у доктора, да, который работал еще с психотерапевтом, доктором Хаммером, с хирургом, да, то есть там было понимание полное внутри, как работает наш организм, все болезни, и понимание, как работает психика, да, то есть оттуда все это пришло. И при этом, смотрите, всю свою жизнь доктор Жильбер Вино сотрудничал с врачами, и он говорит, что, да, врачи не могут порой навредить, но нам нужно обязательно с ними сотрудничать, потому что врачи ставят диагнозы, врачи могут помочь увидеть нам, как развивается дальше диагноз, да, потому что обычно после хорошей сессии, хорошего сеанса по исцелению воспоминаний, консультации, если вы найдете причину, в течение шести месяцев болезнь полностью уходит. Если это рак четвертой стадии, то он идет дальше без серьезных осложнений, человек спокойно, без сильных болей уходит, ну, если уже все не излечим. Если до третьей стадии, то очень много пациентов вылечено, вот у самого доктора Жильбера и у доктора Хаммера, потому что у него самого начался рак, когда он пришел к этому исцелению воспоминаний, я вам расскажу, как это было. И действительно, ну, действительно, как бы врач, он может помочь, потому что он может диагноз вот этот вот поставить или снять и отслеживать. И так получилось, что у доктора Жильбера Вино ему отправляли врачи своих пациентов, трудноизлечимых. И в основном, конечно, у него такой колоссальный опыт с онкологией, с раковыми больными. Ну, и там, где онкология, там, в принципе, те же самые принципы работают по другим заболеваниям, да, поэтому мы вот это посмотрим. И мне как раз это было интересно, вот, что касается исцеления воспоминаний, потому что я тоже видела какие-то болезни в своей семье. И так интересно, вот, как раз на тот момент, когда я пришла обучаться, я уже рассказывала девочкам в нашей закрытой группе детокси, что у меня мама очень сильно начала страдать циститом. Причем цистит у нее появился практически с замужества, да, то есть практически с того первого же года, как она вышла замуж, начала жить головой жизнью. И реальчески он у нее обострялся, но потом проходил. И вот последние месяцы он у нее был практически постоянно. И это при том, что вот она, вы знаете, она у меня занимается тяньши, да, то есть у нее сетевой там какой-то лидер серьезный. И много лет уже очень там она пьет чай такой специальный, у них всякие бады употребляет. Но я не употребляю их, потому что там они там на костях, да, и как вегетарианка я как-то их не очень так, не хочу, да, то есть вообще, в принципе, сейчас бадами практически не лечусь. То есть максимум там три фулача вантажа. И травы, да, какие-то, потому что травы очень хорошо, если подобрать, хорошо работают, а мне с ней особенно. Ну вот так получилось, что у мамы очень много улучшений было по здоровью, то есть костная система, действительно, то есть она защелочила хорошо этот организм, да, и при том, что она сильно не меняла питание, хотя сейчас больше стала есть овощей, фруктов, но у нее так произошло какое-то омоложение организма, прямо ее вес она хорошо поддерживает, и при этом на самом деле совершенно по-другому ум стала работать. То есть она сейчас спокойно читает Рами Блэкта, все книги ведические, которые я ей подсовываю, исцеление воспоминаний она сразу приняла. То есть раньше такого не было, да, то есть когда тело становится чистым, действительно человек, он хорошо начинает принимать и другие альтернативные знания, потому что раньше моя мама только видела в врачей. Ну вот, что касается цистита, никак не проходило, то есть прямо муки, да, кто знает, что такое цистит, это когда человек ночью, там, раз пять может встать, да, в туалет, это все воспаляется постоянно, и никакими методами мы не могли убрать. То есть когда вот конфликт настолько застарелый и повторяющийся, да, он был, он был очень давно, настолько давно, как бы образовался, что любые какие-то стрессовые ситуации его начинают активизировать. Мы говорим, честно, о эмоциональных конфликтах, это как раз и есть предмет изучения, исцеления воспоминаний. И ничего не помогало, я и всякие чаи аэровидические делала, с кориандром, с кумином, с тенхелем, препараты там всевозможные, бесполезно. И когда я начала как раз вот с доктором Жильбером Вину учиться, обучаться, он нам рассказал такой пример и сразу же рассказал про ночевой пузырь, что это конфликт территории, что когда кто-то вторгается на вашу территорию, либо вы были где-то опозорены прилюдно и никак на это не отреагировали, ну, в общем, где-то вы этот стресс не пережили, смолчали, не проговорили, и более того, вы его в себе вот как похоронили, можно сказать, да. И потом любые похожие конфликты, либо другие конфликты будут его активизировать. И когда мы стали с мамой работать, она очень закрывалась, то есть вот сразу хочу вам сказать, когда вы начнете работать с мамами, чтобы свою историю узнать, мамы будут очень сильно закрываться, очень пытаться как бы не рассказывать плохое. Знаете, почему? То есть вот как вы считаете, почему мамы будут так делать? Ваши какие-то мнения, родственники, да, возможно, которые там знают хорошую историю семьи. Ну, просто они боятся, что их обвинят в чем-то. Да, стыд, позор, вина, что мы были плохими, да, что они будут плохими в наших глазах. Вот. Ну, травма для нее лично, как правило, знаете, с возрастом, вот какие-то травмы такие серьезные, даже когда вот ребенок, например, был зачат от изнасилования, или когда ребенок был зачат от одного мужчины, а мужу, например, обманули, сказали, что это его ребенок. Таких очень много историй нам рассказывала Жильвер. Вот. Она, как правило, с возрастом 20-30 лет проходит, они уже спокойно про это рассказывают. Но действительно они боятся, что вы их осудите, да, что скажете. Вот здесь вот важно такое правило, если вы хотите этим заняться, исследованиями, исцелением, воспоминаниями, раскопками вот этими, вы можете сразу же практически, ну, вот такую установку себе получить, как бы, да, на установку даже просто взять это как на вооружение, и также с мамами рассказывать, что здесь есть вот такое правило. Здесь нет виноватых, нет виновных и нет жертв. То есть это все просто как история, которая уже, то есть это прошлое, которого уже нет, но остались нерешенные конфликты. И мы их вытаскиваем для того, чтобы они не передавались нашим детям, потому что все вот эти конфликты, которые не вытащены, они, по сути, передаются нашим детям. Вот в чем проблема, да, и, ну, поэтому так получается, что надо, что род заканчивается, потому что когда серьезные тайны, серьезные конфликты, которые всячески скрывают, они несовместимы с тем, чтобы продолжать род. И дети не рождаются, потому что они не хотят быть носителями, ну, продолжать дальше эту тайну. Вот. Про геморрой Ольга сказала. У нас это будет на одном занятии, где мы будем говорить про желудочно-кишечный тракт, про диабет. Но, в принципе, вот то, что связано с кишечником, да, то есть там есть очень такие моменты, какая-то история семейная, которая, да, может быть связана и со стыдом, и с позором, и история, которая на самом деле подвела к тому, что вот ее, допустим, вскрыли. В общем, честно скажу, эта история может быть связана с, даже вот с каким-то сексуальным домогательством, изнасилованием или каким-то инцестом в роду. И геморрой там разный бывает, да, то есть сейчас мы будем про это говорить, а очень большое имеет значение, из-за чего геморрой, да, то есть это из-за вен, или из-за каких-то других причин, или из-за того, что с толстым кишечником там есть проблемы какие-то, потому что, ну, толстый кишечник часто связан с какой-то очень некрасивой историей в роду или в вашей этой жизни, вот прямо настоящей, в этом воплощении. То есть я не могу это носить в себе, то есть мне тяжело нести в себе вот это вот, ну, как это говорится, как Джульбера прямо говорила, то есть нести в себе вот это вот дерьмо, да, то есть вот эту информацию. Вот там несколько есть подходов, вот мы будем как раз-то изучать, то есть одна и та же болезнь, ее можно смотреть с разных подходов. Она похожа на психосоматику именно, но это не совсем психосоматика, потому что все-таки этот метод врачи сделали, и он основан на реакциях нашего мозга, то есть на биологии, на тотальной биологии, то есть как это происходит в животном мире, и как это происходило у людей первобытных, да, у первых людей, и как это связано с нашим мозгом сегодня, потому что наш мозг, он носитель вот этой многомиллиардной лет информации. Если родителей уже нет в живых, тогда есть дяди, тети, родственники, с которыми можно разговаривать, и порой они могут рассказать больше даже. То есть это абсолютно реально можно сделать. Вот. Итак, давайте вот поговорим как раз, что лежит в основе вот этого метода. Вот все вы знаете, да, есть такое то, что в Аюрведе мы говорим ум, тело и душа, да, или дух. Ну, у психологов это называется психика, да. Немножко там есть отличие в понимании в этом. И вот в основе того, как образуется болезнь, исцеление, воспоминание, лежит вот это вот ряд здоровья. Психика, мозг и здоровье. Ракета, как ее называют, да, последователь этого метода. И состоит она в том, что есть психика, да, ну, или душа, можете так это назвать, где у нас есть какие-то эмоции, мысли, решения, верования, религия, образование, установки. И причем, вот мы сами осознаем здесь только процентов 10 всего. Сейчас я вам покажу на другом слайде, почему всего лишь 10 процентов мы осознаем, а процентов 90 скрыто от нас. И именно там формируются вот эти реакции, из-за которых образуются болезни. Любые, да, то есть начинают простуды, заканчивая каким-то серьезным там аутизмом, там рассеянным склерозом, шизофренией. Это тоже мы все изучали, это очень интересно, потому что там можно очень быстро добиться результатов за несколько дней. То есть первый месяц может пойти излечение болезни. Было очень много случаев, когда у доктора Жильбера Рино приходили люди, у которых они шли на операцию уже, да, там удаление матки, удаление яичников. И после вот такой консультации, через несколько дней они шли, и опухоль уменьшалась очень сильно. Через месяц снимали показания к операции. То есть это все уходило. И есть у нас также автоматический мозг или ум, да, как мы это тоже называем в аэровиде, который всегда прав, как говорится, да, то есть он любую конфликт, любую программу, он ее должен решить любым способом. Ну, а каким способом? Для этого у него есть только наше тело. Потому что если, например, вот такая ситуация, смотрите, ребенок больной аутизмом, да, аутизм это болезнь такая, задержки развития, когда ребенок внешне перестает контактировать с миром. То есть он может сидеть и какие-то баночки там составлять целый день, пытаясь добиться какого-то перфекционизма такого, да, там конфликт перфекционизма лежит как раз в основе. И вот часто у детей включаются вот такие заболевания на первом-втором году жизни, когда рождается, например, брат или сестра. Ну, не обязательно, да, там есть несколько способов. Ну, например, рождается брат или сестра. И родители начинают уделять больше внимания этому ребенку. И ребенок чувствует себя брошенным, покинутым. И внутренне на подсознании он начинает видеть соперника, вот этого брата или сестру. И как будто бы его мозг хочет уничтожить этого соперника. Но мозг может работать только с телом этого человека. И тогда он просто выключает как раз вот общение с внешним миром. То есть я как бы умер во внешнем мире, и значит этот брат, сестра, они для меня тоже умерли, а заодно и родители, которые не хотят мною заниматься, занимаются им. И вот когда вот с детьми работают, а с детьми особые такие способы работы, когда вы работаете с мамой, и когда вы работаете со спящим ребенком. То есть ребенок спит, а вы рассказываете ему семейную историю. Или, например, если ребенка не хотели, да, не хотели, на самом деле, да, я сейчас расскажу про конфликт территории, и, например, не хотели этого ребенка, да, случайно забеременели или кто-то не хотел. И потом у ребенка могут быть очень серьезные проблемы, то есть целый ряд там заболеваний, если что может быть. Вы просто ребенку спящему рассказываете о том, что действительно, да, это было, но сейчас мы его любим, потому что это был вообще не он тогда еще, да, когда мы еще не знали, какой ты, когда ты родился, мы тебя полюбили. Ну и есть прямо такая вот схема, как прорабатывать это. И спасибо, что напомнила Елена, сейчас про маму договорю, да. То есть когда мы начали работать с мамой, мы увидели там целый такой клубок конфликтов, которые были у нее. Ну, первый, конечно, вот по циститу, с чего все началось, мы смотрим, что происходило за несколько месяцев до первого вот этого, да, цистита. И мы увидели, что в этот первый год она жила у свекрови, ой, прошу прощения, в этот первый год они жили в квартире, и свекровь начала приезжать, и свекровь, даже не в первый год совместной жизни, а через год родился мой брат, первый ребенок, и свекровь начала приезжать. Ну, так всегда бывает, да, бабушки приезжают, внуков посмотреть. И там так получилось некрасиво, что свекровь во время отсутствия мамы, когда она уходила, она проверяла шкафы, как это называется, да. И потом, когда мама приходила, она говорила, что вот я у тебя видела вот это, вот это, вот это, из чего мама, конечно, понимала, что, значит, было рутье в шкафах, и она эти вещи у нее выпрашивала, как бы для своей дочки младшей, то есть для сестры моего отца, получается, да, то есть моей тети. И, ну, жили, может быть, они не то, чтобы бедно, но просто городские вещи, да, то есть мама моя любила всегда красиво одеваться, и всегда родители на это тоже помогали, деньги давали, и причем они шили, да, то есть бабушка шила тоже и платила. И вот эти вот вещи, которые мама очень любила, и она молодая девушка, ну, представляете, вы молодая девушка, вам 20 лет, и вам приходится отдавать вещи, потому что вы не можете, это мать отца, да, ой, мать вашего мужа. И вот она оказалась в таком конфликте, что она не могла его лишить, то есть ей приходилось это отдавать, она втайне обижалась очень сильно, но не могла ничего сказать мужу, потому что, ну, первые годы жизни, там, отношения, конечно, так было, что, и всегда это так, что ты как между двух огней находишься, ты же не можешь плохое говорить мужу про его мать, да. И тем более они так воспитаны были, по-настоящему, по-видически, да, то есть с большим уважением к родственникам, и к свеклам, к тестям. Вот, и тогда у нее начались первые циститы, то есть это конфликт территории. Наш мозг, вот как работает эта ракета, он не может держать это в себе, и наша психика, да, не может держать в себе вот эти все конфликты. И нужно ежедневно решать какие-то повседневные задачи, добывать еду, что-то еще, да, то есть какие-то решать другие вопросы, жизнь сохранять себе. И тогда он находит идеальное решение для того, чтобы сохранить нам жизнь, потому что иначе, если мы будем думать, мы сойдем с ума, да, или что-то произойдет еще. И он убирает это в тело, он убирает именно в ту часть тела, которая за это отвечает. Как это связано с тотальной биологией? Мочевой пузырь, моча, да, мы метим территорию, и когда мочевой пузырь воспаляется, это означает, я не могу пометить свою территорию. Что есть другая альфа-санка, например, да, которая пришла и пометила мою территорию. Ну, то есть на уровне животных это так звучит, да, на уровне людей, а наш мозг, он тоже хранит информацию всю эту, в том числе, ну, как бы от развития, да, мозга наших простейших, там, каких-то форм. То есть у нас как будто бы есть связь со всем вот этим миром, да, живых существ. И получается, что мы включаем просто вот этот цистит. И на самом деле он как раз происходит на фазе восстановления, то есть когда уже опасность миновала, и мозг вот туда убирает эту болезнь. Как только вы находите связь и проговариваете вот эти ситуации, которые происходили, что вы чувствовали, вытаскиваете. Не обязательно это говорить о маме, да, вот этой вот, ее тем более в живых уже нет. Не обязательно мужу это говорить, что вот я тебе не хотела про это говорить. Просто я заставила маму проговорить полностью все в эмоциях, что тогда происходило, что она чувствовала, и что, почему она боялась сказать, и как это происходило. И уже через три дня у нее пошли улучшения. На самом деле на второй же день она стала меньше ходить в туалет, но вот сейчас прошел уже месяц, да, с тех пор, она полностью забыла вообще про цистит. Хотя, как я уже говорю, три месяца, да, ее это очень сильно мучило, то есть мы уже не знали, что делать, и самое интересное, на УЗИ ничего не показывало, да, то есть как будто это действительно идет такая соматическая очень болезнь. Вот, ну и потом мы с ней нашли еще конфликт, который она испытала в утробе, то есть когда она была в утробе, там тоже был конфликт территории, и, в принципе, хотели сделать бабушке аборт искусственный, потому что был тиф, да, у ее мамы, и там такое вот конкретно было выживание из дома, да, то есть она билась, она очень сильно там, будучи плодом, да, еще вот этим она страшно билась, то есть она была против, и им пришлось обкладывать живот или дом для того, чтобы снизить температуру и сохранить ребенка. И в итоге моя мама родилась, и меня бы не было, да, если бы это не произошло. Но там тоже был такой конфликт. И также конфликт территории, он может быть не только от того, что там свекровь, там альфа-самка, да, какая-то появилась еще на территории, он может быть от того, что, например, где-то на вашей территории, особенно если вы мужчина в бизнесе, да, на работе, то есть кто-то начинает, ну, так скажем, ваше, попирать вашу ценность, ваши права, ваши какие-то, так скажем, то есть то, что вы не можете проговорить вслух, вы не можете решить вслух этот конфликт, и никому не можете про это проговорить, и вы это как проглатываете, да, то есть такое тоже может быть, то есть там в каждом таком заболевании есть несколько вариантов, как может развиваться конфликт. И всегда это нужно смотреть, эту жизнь, период зачатия, период беременности и прошлой жизни, имеется в виду породу. То есть у кого повторялась порода, но про это мы сейчас пока не будем говорить, что вы запутаетесь. Немножко вам понятно, поставьте плюсики, если понятно, и минусы, если непонятно. А как вообще исцеление вспоминаний подходит к эмоциям, к мыслям, к психике, как они связаны с болезнями могут быть. Молодцы, милочки. Сразу все схватываете. И что вообще самое главное мы будем изучать, когда мы будем учиться, вот эти эмоциональные конфликты находить, мы должны понимать, что вот эти конфликты зачастую являются истинными причинами болезни. Конечно, вы можете простыть и получить цистит, вы можете травм получить, где-то там на улице подскользнуться или что-то еще. Но вы должны понимать, что я не знаю, как это можно объяснить. Вообще вот доктор Жильбер, который нас учил, он католик верующий. И он же врач еще, да, а врачи часто они не очень так вот верят во все эти вещи. Но он рассказывал нам массу историй, когда происходят травмы, переломы и всевозможные вот такие вот, казалось бы, аварии, несчастные случаи. Как раз, когда идет именно запуск конфликта, который был, например, 10 или 20 лет назад. То есть, ну, действительно, как будто бы наше тело специально включает вот эту невнимательность какую-то, и мы попадаем в эту аварию там, да, или в эту травму какую-то. И гений пишет, достаточно проговорить и забыть эмоции или отравления, позволить себе их испытать. Иногда бывает достаточно гения, да, иногда нужно найти в роду вот именно того человека с тем номером беременности, как у вас, у которого повторяющаяся ситуация. Иногда нужно ребенку, да, это все проговорить, либо отцу ребенка сказать, то есть там тоже есть такие случаи. Иногда это нужно прогревать прямо. Вот я, например, у нас получается, что очень много было абортов, да, то есть очень плодовитые были бабушка, мама, абортов такое количество, что мне даже страшно вам сказать. А у меня уже нет, то есть я уже не беременела так, да, то есть, но я вот этот груз родовой всегда чувствовала. И мало того, что мне пришлось вот это все проговорить, вытащить, то есть узнать, как, что, то есть, как происходило это, сколько было абортов, то есть я прямо такие раскопки делала. Но кроме этого, да, то есть мне пришлось еще сделать специальный обряд, да, по очищению памяти рода по абортированным детям. И вот как раз на занятии по детям я буду про это рассказывать, потому что там такие озарения были, такие прямо вот, у меня прямо связь пошла с бабушкой, с которой не было связи. Потому что я теперь поняла, почему, потому что между нами стояли вот эти вот души, да, как бы непрекаянные. И как много потом энергии появляется, да, потому что такое ощущение, что ты вот эту вину как бы на себе все держишь. Вот. Если не сформировано больше на энергетическом уровне, ничего плохого не случится. Это я не поняла, Инна, это вопрос или это утверждение, то есть, ну, конкретно, что мы имеем в виду. То есть, где-то проговорите, да, а где-то есть специальные техники. То есть, обязательно нужно, обязательно нужно, так скажем, раскопки делать, то есть, нужно искать вот эту причину. И там очень сильно родственники могут помочь, как я поняла. Даже иногда вот, ну, удивляешься, отец там вспомнит такие вещи, про которые никто не помнит. Вот. Выкидыши, приравниваются к абортом. Также энергетические, вот, что касается этих душ, то, да, в принципе, эти души как неотмоленные получаются, да, но аборт это немножко другое, то есть, это все равно получается как убийство, то есть, вы, получается, сознательно на это идете, да, либо вы, либо вас склоняет к этому мужчина, да, то есть, там тоже он несет полную ответственность за аборт, так же, как и вы, если он знает об этом. Если мужчина не знает про то, что вы сделали от него аборт, у этого мужчины может при запуске какой-то конфликтной ситуации проблемой быть с яичками или с простатой. То есть, тоже очень много таких случаев мы изучали, потому что яички у мужчины, это как яичники у женщины, то есть, они связаны с детьми. И наш мозг, он как будто бы хранит всю вот эту информацию, а когда мы не знаем, да, то есть, нам не рассказали секреты, тайны, все равно срабатывает болезнь. Вот это очень, ну, просто фантастически. И излечение происходит так же фантастически и быстро. Если привили нелюбовь к бабушке, это тоже плохо. Нет, это не плохо, Марина, просто это может у вас в жизни проявиться тоже как бы таким способом, что, например, с внуком, да, или с внучкой у вас не такая будет связь какая-то, да, то есть, будет какой-то повтор ситуации. И если привили нелюбовь, то есть, там наверняка есть какая-то ситуация травмирующая, просто ее надо достать и все. И через это тоже я проходила, я видела, как это делается. Если до рождения умирает отец насильственно, ваш отец, да, Анна, уточните, может быть связано со мной, или это может не отразиться. То есть, во время беременности, да, матери, правильно я поняла? То есть, это база программирования, вот мы сейчас ее будем изучать. Да, это очень-очень серьезная такая вещь. Это конфликт, разлуки очень сильный. Какие-то есть у вас заболевания такие хронические? Ну, вот что-то с кожей там, да, или что-то связанное по-женски, с женскими органами. Поджелудочная, она по отцу. Вот, то есть, там можно это проработать, мы все это будем делать на тренинге, приходите, потому что это, ну, серьезное такое событие в фазу программирования. Потому что даже просто отъезды в командировку отца во время беременности матери могут, ну, давать там такие проблемы. Вот, ну, сейчас не задавайте пока вопросы, потому что вопрос в конце лучше немножко там останется, время поговорим. Я вам все-таки расскажу, да, вот про суть, вот, как мы это будем изучать и про инструменты, которыми вы можете сейчас начать уже свои собственные раскопки. Скажите, интересно получить уже сегодня вот инструменты такие, чтобы понять, надо оно вам, не надо, то есть, как с этим поработать. Хорошо, я специально вас так немножечко спрашиваю, чтобы посмотреть, не уснули ли вы там вот у моего врагающего голоса. Вот, хорошо. Планирование нам нужно минут 10-15, Ирина, в конце не волнуйтесь, это обязательно будет. И смотрите, то есть мы изучаем нерешенный конфликт эмоциональный, он может быть нерешен, он может быть похоронен, он может быть закрыт специально, он может быть забит, и он может быть как тайно сохранен, да, то есть специально сказали, что вот никому не рассказывай про это, или мать пытается скрыть там что-то про отца. И он может запустить болезнь, вот это я вам сегодня точно не смогу рассказать, есть некая схема, как запускаются болезни по циклам жизненным. И это очень хорошо бывает видно, если мы возвращаемся назад как раз, да, вот вы будете в анкете заполнять. Нужно найти все вот эти вот события, все вот эти травмы и начать исцеление, потому что исцеление начнется практически сразу, моментально. Потом нужно понять, вот что мне очень помогло по-другому относиться к болезни после этого обучения. Я поняла, что болезнь это не враг. Есть целая техника, и она причем абсолютно медицинская, как каждая болезнь, какие паттерны мозг использует биологически, чтобы запустить болезнь. И доктор Хаммер, он непосредственно видел связь с участками мозга. Дело в том, что вот когда мы с вами зародышами, да, являемся, у нас есть некоторые слои такие зародышевого слоя, старая мезодерма, новая мезодерма. И потом это все становится нашим мозгом, да, то есть уходит туда вся вот эта информация. И вот в зависимости от того, какой это слой, то есть за кожу отвечает там кора головного мозга, за эти органы, там старая мезодерма. И вот в зависимости от этого мы можем видеть, где происходит как раз в мозгу вот эта реакция. Ну, нам не нужно это видеть, как доктор Хаммер делает сканирование мозга. Это все уже изучено, записано, то есть какие реакции происходят. Нам просто нужно знать, как в какой болезни мозг будет какую линию вести, то есть что он будет делать. Будет он вызывать изъязвление кожи, да, то есть псориаз, нейродермит. Или он будет образовывать опухоль в яичнике. Как он будет работать с грудью. Вот сегодня про грудь немножечко я вам расскажу. Буквально азы, чтобы заинтересовать вас просто. Потому что сегодня, ну, рак груди, проблемы с грудью. Это практически, наверное, у каждого второй моей пациентки есть проблемы, да, какие-то. А вообще рак груди пугают врачи, что у каждого третьей женщины потенциально, да, он есть. Ну, на самом деле там есть такой момент, что нельзя, не надо этого бояться. Доктор Жильберрино рассказывал случаи, когда женщина действительно может перенести за свою жизнь несколько таких микрораков в груди. И выздороветь абсолютно. То есть не надо никакой операции делать, ничего отрезать. То есть там, когда поговорим с вами, вы увидите, какой конфликт происходит. Вы поймете, что у нас часто, вот, у нас с грудью какие-то дискомфорты происходят из-за того, что, ну, есть причины на это, да. То есть у нас это очень, это самая женская часть женщины. И еще очень важно там, какая половина головного мозга отвечает за конфликт. Потому что правая половина это мужская, левая это женская. И все, что будет происходить на левой половине, будет включать страхи, будут включаться эмоции страха, эмоции пассивности, отцепеднения, сжатия, испуга. Все, что у правой стороны будет включаться, это борьба, это гнев, это ярость, это что-то такое, активное какое-то действие. И поэтому, конечно же, все будет, Татьяна, вы меня удивили, давайте планирование данной информации потом. Ну, вообще, это мой вебинар, Татьяна. То есть я как будто решаю сначала, какую информацию давать. То есть если не устраивает, пожалуйста, как бы есть вот крестик такой в верхнем. Поэтому планирование у нас идет по слайдам, как раз попозже чуть-чуть. Вот, эрозия шейки матки связана с партнером очень сильно. Это будет на женской теме, мы не будем сейчас про это говорить, это вы совсем запутаетесь. Вот, то есть важно понять, что болезнь не враг. Что мозг, это наш сотрудник, наш партнер, это тот, кто пытается сохранить нам жизнь. И для этого он создает эту болезнь. И очень часто вот то, что вы называете болезнью, да, то, что идет как болезнь, это уже идет фаза восстановления. И поэтому, конечно же, мы, когда вот это изучаем, мы совершенно по-другому к болезни начинаем относиться. И это шанс то, что не будет страха. Почему болезнь часто начинает прогрессировать у человека, особенно все, что связано с сердцем, с легкими. Включается страх смерти. И вот здесь вот, чем мне понравилось это исцеление воспоминаний, не просто все страхи уходят, страх смерти абсолютно уходит. То есть это настолько как бы очень колоссальные такие сокровенные знания практически, да. Вот, и первыми инструментами, которыми здесь нужно воспользоваться, да, это заполнить анкету. Ну, сейчас Александр вам отправит в эту анкету. Я параллельно буду рассказывать, что в этой анкете называется фаза программирования, да, для чего это нужно. И нужно будет составить родовое ваше дерево, начать его составлять. Это опросный лист, да, такой. Обратите внимание, что вы можете просто им воспользоваться и самостоятельно работать. А можете прийти с этим опросным листом на консультацию. Ну, про консультацию я вам сказала, да, что сейчас пока такой возможности особо нет, да, то есть только те, кто успеет записаться. Но что касается планирования января и исцеления воспоминаний была рассылка. То есть планирование января это просто наши, как бы, такие встречи, да, и мы обязательно на них что-то еще рассказываем, Татьяна. Вот. И также инструментами является, кроме вот этого опросника, просто расспросы ваших родственников по всем вот таким вот необычным смертям, болезням повторяющимся, по каким-то таким вот, по номерам беременности, да, то есть вот это все есть в анкете. То есть там уже есть вот такие вот моменты, которые вы будете выносить за анкету, сами с ними работать. Почему я специально вот на этом занятии дала анкету, да, для того, чтобы вы просто поняли, надо вам это или нет. Если вам это не надо, вы просто ее не заполняете, просто забываете все, про что я сегодня говорю. Если вам это нужно и вы собираетесь пойти на занятия или на тренинг, анкета вам обязательно нужна будет. Без нее просто это будет ни о чем, как бы, да, вам нужно будет обязательно заставить себя, вытащить из себя там про секреты есть, про семейные. Хотя бы для себя, да, вот это вот заполнить. Вот. И фаза программирования. Вот это одно из самых таких вот истоков исток. То, что нужно знать и то, что бывает часто трудно немножко. Почему, как говорит Жильбер Марина, если родственники не захотят отвечать на вопросы, возьмите бутылочку красного вина и пойдите к ним тортик, возьмите, пойдите к ним на душевный разговор. За красным вином все секреты раскрываются. Но это, конечно, образно говоря, да, на самом деле, действительно, я столкнулась с тем, что сразу не очень хотят. А потом просто вот действительно, когда с ними проводишь время какое-то, праздники какие-то проходят, и какие-то бывают такие вот душевные разговоры, нужно момент поймать. И они полностью, как говорится, раскалываются, да, то есть они все рассказывают. И некоторые вещи есть, но про это я буду говорить на тренинге, нужно обязательно, некоторые вещи нужно, можно получить из астральной карты, астрологической, из натальной карты. То есть там видно по поколениям, то есть по какому поколению есть родовые какие-то блоки прямо стоят. И это астрогенетика называется. И можно кое-что с помощью маятника выяснить. Потому что у меня был один вопрос, я по маятнику полностью получила на нем ответы. Ссылка неактивна на анкету, почему все активно, все работает. Вот, итак, что такое фаза программирования? То есть мы узнаем 9 месяцев до зачатия. Представляете, даже 9 месяцев до зачатия уже сильно на вас влияют. И сейчас я скажу, зачем это все нужно. 9 месяцев беременности мамы. Что происходило в эти месяцы? Какие были отношения между мамой и папой? И вообще был ли папа, да? То есть может быть просто так получилось, да, беременность. Разные бывают случаи. Что, да, маятник, эта локация может, да, если вы владеете, у вас есть свой маятник. Там очень хорошо можно задавать тоже вопросы. Потом можно, ну, лучше всего, конечно, получить от родственников информацию. Это более будет надежно. Маятникам можно перепроверять какие-то вещи. Там номер беременности, например, хорошо очень показывает. Вот, потом 12 месяцев первого года жизни. Вот это вот 30 вот этих месяцев, да, очень важны. Почему? Потому что там закладывается как будто бы цель вообще вашего рождения. То есть там закладывается вот очень часто то, что там происходит. Ребенок начинает воспринимать как цель своей жизни. Представляете, да, если вы родились и мама сразу пошла на работу, сразу вас бросила. Ну, как бросила, это в вашем понимании так было. Представляете, что если у мамы не было молока, да, то есть связи с мамой не было, постоянно будет страх, что не хватает пищи человеку, да, там, или что нужно запасаться, там, заранее кушать. То есть, представляете, если вы не знали отца, например, да, и отца не было с матерью в этом возрасте. И, естественно, как бы очень много идет вот именно по мужскому, по мужскому, конфликтов по мужской стороне мозга происходит. Там и позрение может быть, поджелудочные серьезные проблемы могут быть, если отца не знали. И вот это все закладывается в этом возрасте. И это все можно решить тоже с помощью исцеления воспоминаний. То есть, не важно, что это уже случилось. Понятно, что мы не можем поменять прошлое. Но мы можем очень хорошо вот эти конфликты, которые мозг запихал в какие-то части тела, мы можем их убрать. Поэтому наша задача первая про фазу программирования написать в анкете как можно больше, как можно больше узнать про все это. И потом все, что, когда ребеночку исполняется годик, все, что до этого времени происходило, мозг дает команду. «Итак, я жив», значит, все, что до этого времени происходило, оно приводит к тому, чтобы человек мог выжить. И он начинает вот эти все программы. Плюс он берет программы мамы и папы. Потому что в этом возрасте до года жизни, и начиная от зачатия, и 9 месяцев до зачатия, душа ребенка, она полностью ассоциируется, отождествляется с родителями. Поэтому работают с родителями, да, даже когда ребенок маленький, все равно потом работают с мамой. Потому что ребенок не разотождествляет себя с родителями в этом возрасте. И все, что мама думала, он считает, что это он так думал. Приведу вам простой пример. Недавно совершенно, да, потому что я когда начала как раз работать, я работала именно с... А иногда вспомню, да, Ирина, ну ладно, не буду отвлекаться. Я когда начала работать, я работала именно со своей семьей. Мне прямо было интересно, как сыщик, я находила все вот эти вот ситуации. И я вспомнила, что когда я была беременна, когда я была беременна, на третьем месяце беременности я сдавала госэкзамены, я заканчивала институт. И как я это вспомнила, моя дочка, она сейчас в Питере, да, многие знаете, что она поступила сама, там, крутой очень, университет, закончила школу золотой медалью, до этого была золотая медаль по художественной школе. Я совершенно это рассказываю не для того, чтобы там хвастаться или гордиться, потому что вы не поверите, но моя дочь, даже когда получала золотые медали, она всегда сомневалась в том, что она умная. Она постоянно проговаривала, мам, ну почему я такая тупая? Представляете, да, когда ваш ребенок медалист, золотой, красавица, умница, постоянно в себе сомневается, и постоянно в себе он сравнивает с кем-то, почему у них легко задача решается, у меня нет. Я никак не могла это постичь, потому что я тоже училась хорошо, но потом в институте я вообще перестала хорошо учиться, у меня даже там тройки появились. Мне было абсолютно фиолетово, я не могла понимать, почему именно моя дочь такие слова про себя проговаривает. И когда сейчас у них началась первая сессия, да, в декабре в институте, я не рядом еще, к тому же, да, я не могу успокоить, не могу приготовить вкусную еду эрведическую, от которой она замедитирует. И я слышу по телефону, то есть звоню, каждый день слышу, мам, я не сдам зачеты, я не сдам экзамены, я тупая и все такое. И тут я начинаю вспоминать, а какой был у моей дочери вот этот фаза программирования, что там было. И мы вспоминаем, что я сдавала экзамены, что я думала, когда я беременная сдавала экзамены. Знаете, да, что все говорят, когда сдаешь экзамены, когда беременная, да, ты немножечко как будто тугодуманная становишься. Поставьте плюсики, кто, ну, про такое слышал. Наташа, я не знаю, почему не может зайти на вебинар. Нет, не надо вообще быть в друзьях, просто по ссылке нужно заходить. У нас комната до 300 человек, еще есть, в принципе. Да, то есть слышали, да, такую программу, что беременная, ну, немножко как будто такие тугодумные становятся. Но ладно, вот это я знала, да, и это давало мне страх. У меня был реально страх, что я не сдам экзамены, и страх, что я не могу сказать экзаменаторам, что я-то беременная, смотрите, мне как бы вообще тяжело ездить, я в другой город ездила, потому что беременности не видно еще было. И вот это вот, у меня так все напрягало, хотя экзамены я сдала отлично всем. Ну, вот этот момент, но я помню, какой-то был жуткий стресс. Вот все вот эти стрессы во время беременности очень сильно сказываются, очень сильно. И в том числе в первый год жизни ребенка, если с мамой что-то такое происходит, ссоры с родителями, ссоры с мужем, да, разлуки какие-то, когда кто-то уезжает куда-то. И вот я позвонила ей и начала ей рассказывать вот эту всю ситуацию, что я чувствовала, начала рассказывать. И потом я проговорила ей основной ключевой момент, нужно ребенку сказать, смотри, это происходило со мной, а не с тобой. Поэтому конфликт этот давно решился, и ты не можешь больше, не должна больше думать, что ты тупая, что ты не сдашь экзамены. Это были мои мысли, и это все уже давно в прошлом. То есть ты совершенно как бы не имеешь никакого отношения к тому, что происходило вот в этот момент. И с тех пор, я ни разу не слышала, мама, я тупая. И с тех пор были сданы все зачеты, половина из них автоматом, и сейчас вот сдаются экзамены, и нет никакого страха. Понимаете, что у человека ушел просто страх, и ушла вот эта полностью программа. Просто тем, что вот я рассказала, что происходило во время фазы программирования. Ну, то есть там очень много вот таких вот есть моментов. Вот. Зачем еще нужен возраст автономии? Вот это я не буду много рассказывать, оставлю это для тренинга. Ну, просто скажу так кратко, да, потому что это по циклам, это целая тема. Когда мы вычисляем ваш возраст автономии, самостоятельность, то есть когда вы, там написано уже, да, когда вы, так скажем, уже уехали от родителей уже и стали уже получать свою денежку какую-то, да, и жить отдельно стали. Вот это начинается возраст автономии. Многие не могут вспомнить, ну, хотя бы месяц, год. Вот потом, после возраста автономии, организм, наш мозг начинает как бы повторять некоторые программы. И вот здесь вот нужно уже смотреть конкретно свою историю в каждом. Марина пишет, что у меня было многое из того, что вы говорите, да, потому что Марина, у нас у всех вот этих программ огромное количество. Даже вот возьмите то, что мы рожаем детей в роддомах, и детей, вот у меня ребенка уносили. Сейчас не всегда уносят, да, но у нас уносили и приносили только на кормление, и они дико орали, страшно орали там. То есть вы понимаете, что это первый конфликт сепарации. И у моей дочки сепарация очень сильно на коже рожается, потому что кожа отвечает за это. И у моей дочки есть проблемы с кожей, которых у меня никогда не было, и у ее отца не было таких проблем. И связаны они с тем, что вот, ну, скорее всего, вот этот конфликт не пережит. То есть ей тоже нужно все вот это рассказывать. И это у нас сейчас приедет с Питера на каникулы. Мы будем многие вот эти вот вещи разбирать, потому что зачем ждать, пока включится, да, какой-то конфликт. Можно проговаривать это все. Да, ребенку до года нужно проговаривать. Это делается на фотографию. То есть до 12 лет, Жильбер говорил, нельзя проговаривать в лицо. Нужно на фотографию проговаривать, либо самый лучший способ, когда ребенок спит, потихонечку рассказывать все, что вот такая ссора была у нас с отцом, но это не значит, что это была наша, да, то есть ссора. Это не твоя была ссора, это не ты, как бы, там, не хотел жить, не ты, там, желал кому-то, там, обида, там, была какая-то, да, то есть вот это все проговариваете, а тебя мы любим, тебя мы очень ждали, мы очень хотели и очень полюбили, когда тебя увидели, даже если не хотели, да, не ждали, вот. Да, запись будет. Вот, и потом, смотрите, там же в анкете вы записываете душевные, физические травмы, аварии и события, да, какие-то. Если у вас у дочери экзема, это конфликт сепарации, который нужно смотреть по роду, и прежде всего вашу фазу программирования, ваши вот эти вот, и иногда это еще разлуки, разводы, вот расставания с мужчинами там могут быть, ну, особенно с мамой надо смотреть, с мамой и с папой, да, то есть там вот эту ситуацию. Вот, родовое дерево, там номер беременности, да, стоит в анкете, это просто вот, ну, нужно раскапывать, а как это работает, здесь мы тоже, ну, про это не сможем поговорить, но вкратце скажу, что родовое дерево, номер беременности, вы можете повторять некоторые конфликты тех родственников, у которых такой же номер беременности, как у вас. Ну, там есть такая табличка, да, когда повторяется номер беременности, например, смотрите, я здесь не записала на слайде, вот напишите на бумажке 1, 2, 3, под ними напишите 4, 5, 6, под ними напишите 7, 8, 9. И теперь смотрите столбиками, да, вот все, кто родились в роду, беременность номер 1, 4 и 7, и дальше, да, то есть если вы продолжаете ряд цифровой, вот у них могут быть похожие программы, похожие болезни. Затем, кто родился 2, 5, 8, да, 3, 6, 9, то есть вот, ну, конечно, трудно узнать, да, точно номер беременности, но я говорю, что нет ничего невозможного, есть способы. Как только просить маму, чтобы она все это признала и проговорила, а просто вопросы задавать, просто найти такой момент потихонечку, потихонечку, и я говорю, что, сразу мама не рассказывает почему-то, вот, и очень трудно по телефону это делать, по скайпу, то есть надо вот прямо вживую с мамой общаться, или с тетей, да, то есть тети часто больше могут рассказать, чем маму, и бывает, что вот один раз, второй, потом надо рассказать, для чего вы это делаете, да, для здоровья, там, да, и поэтому вы можете все вот это как бы сказать. Попочная грыжа у ребенка, да, у маленького, очень сильно может быть связана с мамой, вот именно сепарация с мамой, какие-то отношения с мамой, да, вот, ну, может быть, что-то такое вот было при зачатии, там, да, ну, у нас практически все дети незапланированные, не то, чтобы нежеланные, но незапланированные, это уже где-то можно сказать, что нежеланные, и там нужно просто вот, ну, прям посмотреть вот эту фазу программирования очень-очень хорошо. И вот смотрите, вот слайд такой, да, очень плохо написано, то есть очень мелко, вот там внизу написано, то, что не возвращается в зону осознанного, возвращается в виде судьбы. Это Карл Юнг, один из основателей психотерапии, такой мощный, очень, да, образный. И действительно, когда мы не осознаем то, что происходило, да, оно становится как будто судьбой, оно повторяется у наших детей, оно повторяется в нашей жизни, эти программы, как только вы вычислили эту программу, осознали, вот этот вот низ айсберга, да, который внизу, он практически весь исчезает просто, начинаете жизнь уже своей жизнью. Как я сказала, да, вот с одной клиенткой мы по исцелению разговаривали, то, что пока вот вы живете неосознанно, не понимаете всего этого, то получается, вы как будто не своей жизнью живете, вы проживаете жизнь своих родственников, предков, да, своих родителей, да, если в фазу программирования это заложилось, вот. А если сопротивляешься судьбе, я вообще не понимаю, зачем ей сопротивляться, нужно просто ее улучшать, и все, Марина, то есть судьба, это вот как вот я и говорю, это то, что просто вы не осознали те конфликты, которые происходили у вас раньше, или у ваших предков, или у ваших родителей, они неосознаны, но их просто нужно раскапывать, вытаскивать наружу, проговаривать, прогорёвывать, да, где-то делать, может быть, по исцелению родов. Аллопеция у женщины или у мужчины? Хотя, в принципе, неважно. Аллопеция связана с тем, что человек, то есть, если я правильно поняла, да, это такая потеря волос такими участками, да, волосы в тотальной биологии, потеря волос участками, создание гнезда, есть такая лисица, которая вырывает из себя клоки волос, чтобы при тем, как родить детенышей. И аллопеция может быть связана с каким-то переживанием по поводу собственного гнезда, по поводу детей, то есть, либо уже существующих детей, либо детей, которых нет, их хочется родить, либо это могут быть и внуки в том числе, да, то есть, это что-то связано именно с детьми. Астма – это конфликт, это страх смерти непосредственно, то есть, всё, что связано с лёгкими, задыхаешься, то есть, там был какой-то конфликт именно страха смерти, и ещё есть ситуации такие, вот, например, диабет, это кто-то из предков замёрз там на спирт, да, первого типа, то есть, очень много такого. Вы сейчас начали задавать вопросы, которые требуются, вот такого обстоятельного ответа, то есть, ну, быстро очень на них не ответишь, если останется время, мы поговорим. Вот. Это про то, что, как это всё началось, я вам обещала рассказать буквально чуть-чуть. Доктор Хаммер был хирургом, психотерапевтом, очень известным, он изобрёл скальпель какой-то такой для пластической хирургии, очень классно запатентованный, он был миллионером практически тогда, и у него было три сына, счастливый брак, счастливая работа, и один из сыновей его попал в какую-то такую переделку, по-моему, застрелили его. Ну, это Америка, понятно, да, то есть, всё это бывает, и, а может, не Америка, кстати, Хаммер, ну, неважно, да, то есть, может быть, это даже Германия, ну, это может хоть где случиться, да, и когда это произошло, через два месяца у доктора Хаммера, а, кстати, он хирург, да, он ещё два месяца выхаживал своего сына, но не смог выходить, да, представляете, да, что такое для хирурга, который разбирается хорошо очень в теле и не сможет спасти своего ребёнка. И через два месяца этот сын умер, у него диагностировали рак яичков, при том, что он удел здоровый образ жизни, у него никаких вообще предпосылок не было, и когда делали сканирование мозга, но это не его сканирование, да, это просто я вам показываю, как они проводили исследования эти, они увидели в том месте, где мозг отвечает за яички, то есть у нас в мозгу есть такие участки, очень много, которые за каждый орган отвечают, они увидели там пятно и назвали это фокус доктора Хаммера, это его исследование как раз, и так как он был психотерапевт, и они делали раньше ему сканирование, и они увидели, что такого пятна у него не было ещё несколько месяцев назад, то есть оно появилось непосредственно, когда погиб его сын. И тогда он задумался, ему предлагали, конечно, делать операцию, да, потому что такие опухоли, в принципе, они могут сделать химиотерапию, операцию и выжить. Но он отказался этого делать, химиотерапию он точно отказался, он знал, как это, ну, серьёзно для организма, и начал исследовать всё это дело, и начал исследовать своих больных. И оказалось, что у тех больных, у которых были проблемы с яичниками, да, у женщин и у яичек, у всех у них за полгода или за год до того, как появилась эта болезнь, были проблемы с детьми серьёзными. И когда он провёл эту аналогию, и сам осознал вот эту связь, что у него это из-за сына, да, появилось, затем он психотерапию тоже провёл, он увидел через несколько месяцев, то есть он не стал ничего делать, ни операцию, никакие там химиотерапии, рак яичка у него исчез с собой. И вот с тех пор у него началось исследование, конечно, он был такой, я так понимаю, в состоянии фанатизма первое время, потому что он начал всех больных отправлять на вот это сканирование, да, и его из этой больницы уволили, потому что это очень дорого стоило делать всякие сканирования, и врачи не очень-то, ну, такие всякие эзотерические моменты понимали, да, то есть если бы тогда его не обидели, этого доктора Хаммера, он мог бы получить Нобелевскую премию, если бы врачи поддержали его, провели вот эти исследования, а так это всё ушло вот в частную практику достаточно, поэтому, ну, вот с этого всё началось, да, это был 78-й год, по-моему, я только родилась тогда, уже вот эта теория существовала, ну, и потом она была дополнена, как я уже сказала, и тибетской медициной, и рефлексологией, и исследованиями Карла Юнга, да, психотерапии, даже Фрейд там есть, да, то есть что касается ДИПов, комплекс-комплекс электро, да, то есть как у нас повторяются некоторые программы по выбору наших партнёров сексуальных, вот, и очень много там по сексу, кстати, тоже, да, вот такой интересной информации, будем как раз вот проходить, по-моему, на следующем занятии, да, про репродуктивную систему, даже с чем связаны проблемы с оргазмом, связаны дискомфорт какой-то там, да, у женщин, а с чем связаны какие-то такие вот, ну, вещи всякие непонятные, которые происходят в время секса, и вот, ну, вот это тоже мы будем всё изучать. Сколько потерь в обществе? Ну, может, это всё ещё впереди будет. Вот, кстати, наш тренинг, вспоминая и исцеляю, да, то есть это будет 6 занятий, 2,5 часа, и будет идти 3 месяца, но только по воскресеньям каждые 2 недели, то есть у вас после каждого занятия будет 2 недели на то, чтобы проработаться в этой теме. Это очень классно, потому что когда у нас каждый день шли занятия, мы просто не успевали, и был очень сильный перегруз, да, потому что, ну, действительно, как бы, ну, здесь вы знаете, что у меня есть талант такой, то, что я могу сложное простым языком рассказывать, да, и так, чтобы сразу было понятно, ещё с ориентацией именно вот, ну, на такие вот вещи эзотерические, да, то есть чтобы сразу можно было ещё понимать, как это можно найти связь с родом, с аюрведой, астрологией, и тем более, что, как вот мой учитель говорил, вот этот доктор Шельбер-Вино, всегда используйте все методы. Если мы будем про диабет говорить, мы будем говорить параллельно, что аюрведа об этом говорит, да, то есть здесь, конечно, вот, ну, важно комплексно подходить ко всему. Мы будем практики эмоционального отпускания тоже изучать, как это делать, и как конкретно это сделать, например, без консультации, да, то есть как сделать и отпустить вот эту проблему. Работают с родовым деревом будем так же. И вы можете купить как полностью вот этот тренинг, да, вот Александр вам отправил, так вы же можете купить одно занятие. Ну, смотрите, у нас одно занятие будет стоить полторы тысячи. Это значит шесть занятий, это девять тысяч. Но сегодня вы можете купить за шесть девятьсот пятьдесят. То есть вы можете практически на две тысячи пятьдесят рублей сэкономить, да, то есть это как будто бы одно занятие бесплатно ещё у вас идёт, да. Если проблемы сейчас с оплатой, вы можете, например, половину оплатить, но это нужно писать Александру непосредственно на мейл, и половину 24 января, то есть когда начнутся занятия, но потом уже после начала абонемента не будет, то есть абонемент мы предлагаем вам только сейчас, то есть вот такую самую низкую цену. Ну и, конечно, занятия потом будут продаваться каждое по две пятьсот семьдесят, ну, как обычно у нас это делают, то есть оформляют страницу, делают лендинг, всё будет очень круто, с электронным входом, там будет интерфейс, да, то есть где все будут лежать приложения. Ну, естественно, сейчас это самая минимальная цена, и я её даю именно для, ну, своих клиентов, для тех, кто, наши постоянные клиенты, те, кто знают, что будет очень здорово, будет очень интересно на эти занятия. Вот. Плюс я ещё подключу сюда всё, что я знаю, и буду также распирать кейсы моих вот именно клиентов, да, которые у меня есть, потому что без названия, конечно же, имён, да, и каких-то ещё, потому что практика, особенно вот по женским всяким вещам, это колоссально уже у меня накопилось, это есть уже. Вот. То есть 24 января в 10 часов по Москве у нас также будет занятие по репродуктивной системе, то есть женщины, мужчины. Это значит, мы будем про матку, про яичники, про грудь, проблемы интимной близости, про простату, да, у мужчин будем говорить, потому что простатит, это, ну, вообще очень интересно, как быстро там можно поработать с этим, и мужчины очень боятся этой болезни, хотя там на самом деле, ну, очень всё просто там связано с детьми, очень многие вещи, в том числе с детьми, про которые мужчина может не знать, да, то есть если он где-то зачал. Вот. Потом у нас будет 10 утра по Москве, да, до 12.30 по Москве, то есть 2,5 часа. Будет онлайн, и, конечно, записи будут все вам предоставляться, и все материалы, которые я буду давать на занятия тоже. Конечно, записи в течение трёх дней мы предоставляем, не на следующий же день, но нужно время обычно обработать. Вот. Потом будет через 2 недели, 7 февраля, второе занятие по весу, очень классное будет занятие. Тут уже, как бы, сколько я работала над этим весом, оказывается, всё так быстро решается, и уже у меня есть клиенты, у которых прям сразу же ушёл отёк первые же недели после консультации, потому что, что касается веса, здесь, ну, вот эта программа, которая работает, их 6, может быть, да, вот у некоторых клиентов их 3-4 одновременно. Их как клубочек распутываешь, на одном занятии прям можно всё это сделать. Потом будет 21 февраля здоровье детей и счастливая судьба наших детей. Это как раз вот то, о чём мы говорили. И больше мы будем работать с фазой программирования детей, чтобы в будущем у них не было никаких вот таких серьёзных болячек. И затем у нас будет даже в апреле, да, ещё занятие, как через 2 недели после 20 марта, уже когда у нас будет там идти коучинг вот этот, да, весенний детокс, будет здоровый животик. Это все заболевания ЖКТ, диабет. Расскажу, как успехи идут у моего племянника двоюродного, у которого диабет первого типа. И конкретно мы нашли в роду истинную причину этого диабета. То есть это когда человек замёрз насмерть. Это одна из причин, да, диабета первого типа. Когда есть в роду память о предке, который замёрз насмерть. И вот мы случайно совершенно раскопали эту историю, хотя я про неё знала, ну, сопоставили. Вот сейчас парень, 24 года ему, он идёт на выздоровление. То есть мы как раз уже к марту будем понимать, как там, что происходит там. Была диабетическая кома, 12 лет прямо на уроке. Ну, и был стресс такой, как бы, да. Но непонятно было из-за чего, да, потому что здоровые родители, здоровое всё было. Да, чувство, что живу не своей жизнью, это как раз когда много накоплено конфликтов эмоциональных, скрытых, Марина. То есть это действительно может быть так. И часто это вот то, что вы пишете, у меня просто тоже было такое ощущение когда-то. Это часто бывает от того, что есть на уровне 4, 5, 6, 7 поколения какие-то такие программы, и вы их просто повторяете конкретно по тем предкам, у которых были номера беременности, как у вас. И всё, то есть там настолько всё это просто, казалось бы, да. Но нужно обязательно, Марина, делать практику очищения памяти рода. Ну, такая вот, которая в женской санге делается. И искать именно по какой причине делать. То есть искать в роду вот эти вот аборты, выкидыши, самоубийства, какие-то такие смерти ранние, вот как у нас очень много было. Ну, у нас, видите, сейчас так весело, в кавычках я говорю, потому что мы же прошли через репрессии, через войны вот эти вот, да, которые были в предыдущем столетии. И у нас очень много вот таких вот непрощенных душ, которые без покаяния ушли, да, то есть не простили. И это всё вот как родовая карма, то есть сильно очень давит. И мы ещё соединяемся с мужчинами, с мужьями, у которых тоже там свой груз такой. И отвечают дети. Дети, потом наши дети, то есть на них как бы это вся вот карма ложится. Раньше я думала, что это что-то такое вот страшное, которое нужно молиться, молиться, с колен не вставать. Сейчас я понимаю, что, да, молиться можно, отмаливать можно, но это чаще просто вот именно невыговоренные эмоции и не произведено такое горевание как бы, да, то есть такой процесс, вот когда, и вот когда делаешь эти процессы, очень сильная связь с предками появляется. То есть начинаешь прям чувствовать, что у тебя корни, что ты прям сильный такой, прямо вот физическая сила приходит, то есть начинаешь чувствовать. Я вот писала, что сейчас хожу на эту ходьбу скандинавскую, я вообще удивляюсь, не устаю вообще, то есть настолько много энергии пришло. Вот. Может быть, Альбина, я как бы вот с лени воспоминанием про душу, вот так они не говорят, потому что все-таки они как психологи там работают, да. Может быть, душа, а может быть, просто передается именно программа какая-то, да, потому что я вот у себя бабушкины нашла программу, но я же не ее душа, то есть я уже существовала как бы в этом теле, когда бабушка существовала. Ну вот у меня с бабушкой как раз была такая вот нарушена немножко связь, и вот удалось понять, почему, да, как раз благодаря этому методу. Вот, так что приходите на тренинг, цена абсолютно вообще, ну, специально я сделала такую доступную, 6,950 за 6 занятий, да, то есть, ну, по сравнению с тем, сколько я платила за обучение и сколько стоит коучинг, да, сегодня по осуществлению воспоминаний, это очень-очень дешево. Я не могу гарантировать, что вы проработаете все свои конфликты, но те, которые в этих жизнях произошли и в пазу программирования, стопроцентно вы сдвинете, потому что иногда бывает так, что нужно найти самый главный конфликт, который произошел. Вот никто не спрашивает про кости, про связки, про суставы, а там есть такой конфликт самообесценивания, который у женщин практически у каждой второй, если честно. То есть, когда там получается, когда вы начинаете вот эти ситуации все раскапывать, моментально практически уходит проблема с костями, с лимфой, с суставами, со связками. Сначала может начаться, например, были боли остеохондроз, начнет хрустеть, начнет как будто бы там все двигаться, да, то есть это пошел процесс исцеления, мозг начинает кальций просто отправлять вот в те места, где вот были как раз какие-то моменты. Ну, и очень хорошо видно, вот смотрите, по ребрам, то есть все наши ребра и все наши позвонки отражают наш рот. И прямо по ребрам, по суставам, по позвонкам можно видеть, в каком колене там, у какого предка проблема. И с ней прорабатывается тоже. Да, сколиоз у нас будет, вот я вам показывала, на шестом занятии. Здоровая спинка, гибкие суставы. Там вот все-все, вот это будет, и остеопороз, и сколиоз, и все вот эти вот моменты. Вот, я наоборот себя ценю больше, чем другие. Молодец, Марина, и хорошо тоже. То есть цель нашего тренинга – понимание скрытых эмоций, основной болезни, исцеление, самоисцеление, как искать решение, как это делает наш мозг, какие варианты, да, потому что хорошо, вот мы по Луизе Хейм можем, по Билме, да, можем понять, какая психосоматика, ну а что дальше-то с этим делать? То есть вот здесь как раз идет такой затык очень серьезный. У меня вот с этим проблемой была. Там стоят аффирмации, которые нужно проговаривать, да, чтобы убрать это. Но мне нужно обязательно понимать, зачем это делать, то есть почему, какая истинная причина конфликта. Поэтому у меня аффирмации вот эти не работали. А здесь все сработает, потому что вы раскапываете именно в своем роду, то есть вы раскапываете в своей личной истории. То есть здесь как бы индивидуальный подход такой получается. Вот. И еще можно будет, конечно, прийти на... Ну, как оформить заказ, я напомню, многие знают, и сейчас посмотрю ваши вопросы, то есть мы сделаем планирование, если кто-то захочет остаться, я по вопросам еще пробегусь, потому что, ну, чтобы они не были неотвеченными, а чтобы не задерживать тех, кто на планирование пришел, ну, пока вопросы сейчас не будем, да, вот эти вот все трогать. То есть чтобы оформить заказ, вы просто пишите ваше фамилия, имя, отчество или фамилия, имя, ваш емейл обязательно, телефон, и если, например, вы хотите частями оплатить, две части можно, да, 50% сейчас, потом напишите в комментарии к заказу, что я хочу вот так-то оплатить, или что, если вы не нашли способ оплаты подходящий, тоже напишите в комментарии к заказу, мне нужна оплата там через контакт, перевод или как-то еще, то есть и нажмите отправить. Как только вы напишите, напишите отправить, этот заказ сразу появится в нашей системе, мы его увидим и ваш комментарий прочтем. Дальше вы можете перейти на оплату, а можете просто заказ сохранить, потому что 6,950, да, и полторы тысячи на первое занятие у нас сохранится только 10 дней, до 20 января. Потом, как правило, мы цену повысим до реальной цены, потому что сейчас мы вам даем самую такую льготную цену. И здесь вы выбираете, можете выбрать единая касса, там очень много способов платежа. Можете PayPal, можете Яндекс.Кошелек, можете карту Сбербанка, да, то есть там еще есть способы, вниз спускайтесь, там есть платежи тоже эти, электронные переводы, да, которые через системы различные. Вот, и переходя на единую кассу, например, да, вы попадаете еще на другие способы оплаты, смотрите внизу, какие способы. И по, сейчас практически примерно вернемся к нему, для тех, кто останется. Практический пример, по исцелению груди именно мы можем сегодня разобрать, прямо женскую грудь, потому что это очень такая тема, для нас, для женщин важная, да, то есть это и эстетика, это и здоровье, ну, в принципе, это то, что постоянно беспокоит женщина, во время ПМС, я с этим очень много работаю. И здесь вот есть, ну, такие способы, которые прям моментально можно устелиться, но мы сейчас вернемся к этому, потому что здесь есть люди, которые на планирование только хотят. Вот, что касается того, что мы будем сегодня про грудь говорить, все это и подробно будет на занятии 24 января. И напоминаю, что вот сегодня, и еще 9 дней будет вот такая цена, полторы тысячи, потом цена сразу же увеличится до двух. И можете, кстати, сегодня в планировании записать, что вы хотите на этот тренинг, на полную попасть, и кто знает, может, у вас придут деньги, мне всегда так приходит, стоит мне записать в планирование, всегда приходит. Консультация стоит 2,5 тысячи, кто-то спрашивал. Мест мало, да, то есть на инвайд нет, то есть придется ждать февраль-март. Но если кому-то очень нужно, кто хочет быстро поработать, то такая же форма заказа на консультацию. Заказывайте, оплачивайте, и я вас тут же назначаю, назначаю вам время, когда вы присылаете опросник, запомнил, вот как лучше сделать, потому что, ну, время там точно будет, я просто бронирую от вас. Вот, готовы к планированию нашего счастливого лунного месяца? Бумажки, ручки приготовили? Нужен лист бумаги обязательно? И ручка. Настрой такой позитивный. Молодцы. Значит, как мы делаем планирование? Сегодня первые лунные сутки, сейчас они и в Иркутске, и в Москве, и в других тоже городах идут. Причем в самый разгар сейчас первых лунных суток, сегодня вы, наверное, почувствовали, что уже по энергетике день получше, чем вчерашний, да, то есть больше прибывает энергии, настрой уже такой появился на работу, наверное, у некоторых. И, да, Катерина, можно применять, если вы кормящая мама, никаких вообще проблем не будет с этим. Это все вообще, никаких противопоказаний нет, к этим методам, честно говорю. Итак, первые лунные сутки, это как будто бы миг между прошлым и будущим. Это чистый лист. Все, что вы сегодня захотите, запланируете, все, что вы запишите, потому что то, что не записано, не существует, это все может исполниться. Я еще расскажу, почему не исполняется, да, иногда, и как сделать, чтобы исполнилось. Девочка такая, да, здесь на картинке как раз, которая очень-очень-очень хочет и очень радуется там подарку своему. И я уже сделала планирование, на самом деле, у меня уже лежит листочек, здесь 7 пунктов, бывает 3, иногда, бывает меньше, ну, как-то я смотрю, что желание похоже очень, то, что с прошлым месяцем, и очень благодарна, действительно очень много исполняется. И вы пишите на этом листочке. В моем счастливом лунном месяце, январе-феврале 2016 года, я радуюсь. И ставите двоеточек. В моем счастливом лунном месяце, январе-феврале 2016 года, я радуюсь. То есть мы пишем в настоящем времени, как будто это все исполнилось. И сейчас, давайте, кстати, сделаем круг женской силы, да, я так поняла, что в основном женщины сегодня у нас на занятии. Просто давайте представим, закроем глаза на секунду, и представим с вами, чтобы все взялись за руки. Как будто он и стоит на таком поле огромном, да, красивый, все такие, в славянских нарядах, в длинных юбках, в кокошниках. Почему-то у меня такой образ именно славянских девушек, длинными косами, очень таких румяных, счастливых, морозиц. И можно даже костер приставить посередине. Мы прыгать не будем, наверное, да, просто представим, что у нас такой огромный, огромный круг. Ну, представляете, у нас здесь вот около 200 человек, мы действительно можем, ну, мы сила просто сейчас огромная, можем наше желание вот в этом кругу все исполнить. к их исполнению, к их получению этих желаний, да, к тому, чтобы они исполнились, очень приблизиться. Вот. И сейчас пишите ваше желание, мысленно оставайтесь в этом кругу. А, ну, физически вы пишите. Напишите от одного до десяти желаний, как будто они уже исполнились. Например, если вам нужно, вы хотите, чтобы болезни какие-то ушли, чтобы вес анализовался, выпишите. Я радуюсь моему стройному, можете написать, сколько килограммов, да, телу, моему крепкому здоровью, моей женственности. Потому что я нравлюсь себе, да, и моему мужу, по-моему, я нравлюсь мужчинам. Можете написать конкретно. Я радуюсь своему доходу. И пишите, в каких деньгах, например, от какой-то суммы тысяч рублей, долларов или евро, какой у вас доход. И обязательно пишите от. Вот не ограничивайте себя. Но напишите совсем нереальную цифру. Напишите так процентов на 25 больше, чем вы сейчас получаете. Напишите доходу от такой-то суммы рублей, да, тысяч рублей, плюс подарки, деньгами, вещами, услугами. Пусть подарки еще будут, да. Мы же женщина, мы должны быть открыты к тому, что вселенная нам даст больше, чем мы хотим. Потому что там все есть, одно изобилие. Вот. Напишите, что вы радуетесь успешной, например, карьере мужа, успешной учебной дочери, я написала, да. И ее, например, успешной сдачей, экзамены написала. Если у вас какой-то проект есть, да, напишите про это. Если какой-то спорт вы хотите, моей энергичности, регулярного посещения йоги, там, я написала, скандинавская ходьба, плавание, я хочу еще подключить по месяцу. Потому что у нас морозы, холода, и ходьба это час-полтора часа в день, да, а мне хочется больше, ну, такой активности. Нельзя сидеть рядом с батареями, закупоренная евроремонтом квартира, даже если мороз, оно нужно двигать. Вот. Как только вы напишите, поставьте десяточки в чат. Мы сделаем еще такой один процесс. Радуюсь, потому что я все успеваю, да, то есть радуюсь своей чистой квартире, чистому дому, новому ремонту, ну, что-то, кстати, ремонт, по-моему, нельзя, да, высокосный был делать. Ну, в общем, что-то, что у вас по клубкам, да, обязательно пишите покупки. У меня все исполняется, что я пишу. Даже просто там, новая сумочка, новая там, какая-то верхняя одежда, что-то еще там, духи, то есть все, что хотите. Вы же женщины, вам нужно желать, нам нужно желать обязательно сегодня новое платье, новая красивая одежда, можете просто. Ну, я слышала, и не очень верю в эти приметы все, по-моему, высокосный год не начинают просто, продолжать, по-моему, можно, а вот начинают, не знаю, ну, опять же, знаете, это все вот предрассудки достаточно такие, если убеждение стереть у себя, это, то, можно делать все, что хотите. Больше 10 желаний, мне кажется, не надо писать, но так вот, в среднем, там, 5-7, 3-5-7, вот очень, будет хорошо. и в конце напишите обязательно про предъезд, ничего не слышно, мне кажется, ничего страшного про предъезд, и в конце напишите, да будет так, наивысшим и наилучшим образом, для меня и всех окружающих, легко и радостно, с любовью и благодарностью, сейчас повторю еще два раза, листочек, в конце напишите обязательно, можете прямо сейчас вставить место, там, да, потом дописать желание, стильную, да будет так, наивысшим и наилучшим образом, для меня и всех окружающих, легко и радостно, с любовью и благодарностью. Можно этот листочек положить, чтобы он пролежал в ближайшую неделю, а вечером класть его на подоконник, где светит луна у вас с той стороны, чтобы как будто бы луна его заряжала еще. Еще раз повторю, в конце мы эту фразу пишем, для того, чтобы обезопасить нас от тех желаний, которые нам не нужны, да будет так, наивысшим и наилучшим образом, для меня и всех окружающих, легко и радостно, с любовью и благодарностью. Пусть все будет легко, да, на самом деле в жизни. У нас очень сильно русские люди, русские фильмы, я вообще сейчас не смотрю вот эти фильмы, потому что столько там страданий, вот этого всего. Единственное, недавно с мамой посмотрела сериал «Серафима прекрасный». Сначала у меня было такое отторжение, опять страдания, а пострадать. А потом просто интересно стало. Очень интересно стало там, как раз по оселению воспоминаний, можно судьбой «Серафима хорошо так вложить детей ее. Интересно так получилось. Да будет так, наивысшим и наилучшим образом для меня и всех окружающих, легко и радостно, с любовью и благодарностью. это как раз вот такая, это ваша подушка безопасности, эти слова. То есть, для того, что если что-то ненужное вы пожелали, да, чтобы оно просто, вы отдаете это Богу просто. То есть, снимаете с себя любую ответственность и отдаете это небесам. И вы принимаете, что все, что исполнится из этого списка, произойдет наилучшим, наивысшим образом. Если нет, все, что ваше придет к вам, все, что не ваше, просто отвалится. Вот для этого эта фраза произносится. Так, пошли первые десяточки благодарности. И сейчас давайте закроем глаза. Возьмите этот листочек прямо в руки к себе. Представьте, закройте глаза, возьмите листочек в руки, может кто-то даже почувствует, как руки нагреваются. Вы прямо туда направьте энергию из самого сердца. И представьте, что сверху тоже такой поток золотой на этот листочек падает, на ваше желание. Как благословение с небес. Вы просто так минуточку посидите с закрытыми глазами. Делайте вдох, выдох, расслабьтесь полностью. Желание нельзя хотеть напряженного состояния. Желание нужно загадать и расслабиться, отпустить их на небо. И забыть про него. То есть, самое лучшее, когда мы дадим листочек, зарядили, например, луной, я даже не заряжаю, то есть, уже как бы настолько, как доверие идет Вселенной, вы просто берете этот листочек, складываете и куда-нибудь в книге кладете. Ну, или кладете в какую-то книгу, в которую через месяц вы можете достать. Как правило, я нахожу эти листочки через 3-4 месяца, читаю и удивляюсь, как все сбывается. То есть, нужно отпустить эти желания, загадать, и на самом деле, даже, может быть, если первый раз вы это делаете, не проверяйте потом, сбылись, не сбылись, через месяц, потом проведите. Научитесь отпускать. Когда желание становится слишком страстным, оттуда божественные уходят, они могут не исполниться. Давайте сейчас вместе поднимем руки в нашем кругу женской силы, ну, образно, конечно, и под мою команду просто все вслух прокричим три раза «Да! Да! Да!» И представим, что мы кричим «Да! Да! Да!» Руки опускаем, и все, и наш круг женской силы расходится. Уже сзарения произошли. Итак, на раз-два-три мы все говорим «Да! Да! Да!» Представляем, как мы прямо руки так вот, щух, так сверху вниз, так как будто утверждение. Потом бумажку с желанием через месяц, конечно, можно разорвать. Можно даже сжечь, чтобы туда, наверх, просто это все взглянулось. И так, готовы? Беремся за руки, виртуально, конечно. Поднимаем руки и кричим «Да! Да! Да!» «Да!» Можно так еще сказать, мое желание исполнено, силой оно наполнено, сила Бога на нам. Вот сейчас очень мощный заряд пошел, я прямо чувствую, что я думаю, сейчас некоторые даже чувствуют тепло такое, щеки розовые, потому что у меня прям сильно пошло тепло. То есть, когда группа очень такой позитив поднимается у всех. Чувствуете, прям радость такая пошла. Вот это вот групповая практика насколько она эффективная, сильная. Когда мы делали такие вот групповые занятия в прошлом году на Новый год, у меня не просто исполнились желания, у меня вообще сильно очень исполнились, больше, чем я даже ожидала. Вот. И действительно, как бы, классно было бы делать такое каждый месяц, но каждый месяц пока не получается. Можете еще сделать, сейчас вам покажу вот такую карту желаний, но это уже для тех, кто любит там повырезать, повизуализировать, кто визуалы, да. Карта желаний, как ее делать, в интернете без проблем найдете, то есть себя по центру, какой вы себя хотите видеть, да, образ. Не обязательно себя, это может быть картинка девушки, похожая на вас, в каком бы образе. Потом вы можете денежный сектор, там, да, что вы хотите, квартира, машина, деньги, брак, любовь, ребенок, да, семья, да, то есть отношения в семье. Ну, питание тут еще такое, что, видимо, девушка, которая делала картину, хотела больше такого сыроедного, веганского, здорового питания. Ну, не обязательно питание, достаточно образ, конечный результат, да, этого. Путешествие тут идет, карьера, обучение, духовный рост. То есть, это можете тоже себе такую карту сделать. Ну, с картой будьте аккуратны. Во-первых, хорошо делать ее круглую, прямо круг вырезать. Повесить ее в шкаф, и когда вы только вы из шкафа что-то берете, раз, посмотрели на нее, раз, забыли. То есть, на нее нельзя тоже постоянно смотреть. Ну, я не делаю карты, потому что я не могу, не хочу вот это визуализировать, хочу, чтобы все было как сюрприз. И также можете скачать с интернета платежное поручение, и прямо сейчас, после нашего занятия, вот так его заполнить. Это игра по Симарону, которая включает, ну, по крайней мере, когда вот эти делаешь поручения, всегда есть деньги, честно вам скажу. Это уже проверено, несколько лет мы это делаем. Мы играем, это научила нас мама, у нее тоже с тех пор все время есть деньги, потому что, ну, это очень хорошая для подсознания такая штучка. И, да, вот Светлана тоже уже делает, пишите, сумма прописью, взрыв мозга вообще, да, сумма прописью, оплачены полностью, ни рублей, никакая сумма, ничего такого, сумма прописи оплачены полностью, еще раз сумма, где обычно она повторяется цифрами, опять пишите, оплачены полностью, получатель свое фамилии, имя, отчество, пишите, назначение платежа, закон, изобилие. вот, и еще молитва такая, Господи, благодарю Тебя, эту молитву произношу каждое утром, можно вечером тоже, за прошедший день благодарить, Господи, благодарю Тебя за этот новый, счастливый день, пусть этот день пройдет наивысшим, наилучшим образом для меня и окружающих, легко и радостно, с любовью и благодарностью, да исполнится во всем Твоя воля, а не моя. Очень классная молитва, день всегда проходит просто волшебно, когда такие слова произносишь, это такое принятие, такое смирение, такая очень идет сила принятия, если вы такая женщина, которая любит повоевать, там, позлиться, вот, эта молитва очень хорошо, как раз гармонизирует, этого внутреннего мужчины, верните картинку с поддержным поручением, не забудьте записать, если вы хотите на тренинг попасть, но нет сейчас финансов, да, не забудьте записать сумму, на самом деле небольшая, она придет к вам, если вам это нужно, а если вы пройдете этот тренинг, вы столько сможете сэкономить денег, на таблетках, на лекарствах, на том же питании, и на врачах, докторах, экстрасенсах, то есть, вы просто сами будете хозяйкой своей жизни, и сможете детям своим помочь, вот, ну, и сейчас, со всеми, кто уже в нетерпении, я прощаюсь, мы уже нашу программу минимум выполнили, я расскажу немножко про грудь, и поотвечаю на некоторые вопросы, на которые можно ответить, давайте я вам просто про молитву скажу, Господи, благодарю Тебя за этот новый счастливый день, то есть, это уже такая программа, да, классная, за этот новый счастливый день, пусть этот день пройдет наилучшим, наивысшим образом для меня, окружающих, легко и радостно, с любовью и благодарностью, Елена уже написала, смотри, да исполнится во всем твоя воля, а не моя, ну, и у нас будет обязательно запись, да, вы можете потом в записи дослушать то, что мы говорили, сейчас минут 10, мы еще остаемся, про женскую грудь поговорить, и про, и на те вопросы, которые у вас были, только я вас попрошу потом вопросы повторить, чтобы я потом не стала, то есть, очень далеко убежал уже чат, вот, что такое женская грудь вообще, я тоже благодарю всех, кто пришел, вы молодцы, вы умнички просто, потому что пришли, нашли время, и запланировали свой умный месяц, счастливее, трифл можно купить, ayurvedadom.com, посмотрите, там есть такая фирма Ниткова, вот, что касается молочной железы, посмотрите на молочную железу, да, как она состоит, во-первых, у нее есть протоки, они называются млечные силусы, это протоки, да, по которым течет молочко, есть также сами дольки молочных желез, и вот всегда, когда у женщины, там, рак груди начинается, или просто мастопатия, фиброзно-кистозная, всегда важно понимать, как это произошло, это в протоках происходит, или это с дольками молочных железа, опухоль там происходит, это важно, что вообще такое грудь женская, это на самом деле, самая такая женская часть тела, и это то, что очень сильно, очень сильно отвечает за любовь к людям, о которых вы заботитесь, то есть через грудь мы передаем любовь к людям, о которых мы заботимся, кто эти люди, о которых мы заботимся, это дети наши, да, это мама может быть наша, грудь женская с мамой, очень связана, вот в астрологии, когда мы смотрим пораженная луна, часто бывают с мамой, да, какие-то тоже проблемы, или в отношениях, или со здоровьем мамы, и она же за грудь отвечает в карте, там дом какой есть, знак зодиака рак, она за грудь отвечает, там может быть и по позвоночнику, может быть и по груди, и поэтому, смотрите, когда, то есть грудь это то, с чем ребенок, через что ребенок первую любовь к матери получает, он получает молоко, и естественно, когда проблемы возникают у женщины с детьми, с партнером, да, или с мамой, могут быть проблемы с грудью, как это вообще понимать, вот особенно, смотрите, можно прочитать, бывает, что в одной груди есть проблемы, в другой нет, да, то есть вот если вы правша, то правая грудь будет отвечать за партнера, вашего сексуального, скорее всего, да, или это кто-то еще, какой-то очень близкий, партнер, за которого вы переживаете, да, то есть это может быть какой-то человек еще, а левая грудь это будет, если вы правша, да, то есть у левши будет наоборот, левая грудь это будет ребенок, или ваша мама, или что-то связанное с домом матери, да, то есть что там происходит, то есть это кто-то, к которому я являюсь мамой, или являюсь дочерью, да, и это кто-то, кто живет в моем семейном гнезде, например, это может даже быть брат или сестра, да, связанная с левой грудью, то есть это не только ребенок, фактически, да, это тот, о ком вы заботитесь, то есть мысленно, и как-то еще каким-то образом, вот, и поэтому, когда происходит, если женщина, например, заботится, подерживает о своем семейном гнезде, происходит какая-то ссора у нее с партнером, да, и затем, например, ссора длится какое-то время, и затем происходит примирение, вот на этапе, на этапе восстановления в груди начинается как раз проблема, вот это очень интересный момент, который мы будем на тренинге, конечно, изучать, так сложно будет сразу понять, но все болячки, это как раз вот рак, там, кисты, фиброзно-кистозные, они уже происходят на стадии, когда конфликт прошел, почему? Потому что мозг так решил конфликт, он убрал этот конфликт туда, в грудь, понимаете, да, и получается, что, когда вот идет вот этот процесс, вот, да, происходит микроизъязвление, то есть, например, была проблема с ребенком, женщина, она переживала за ребенком, и, что, как мозг вообще, как бы, решает эту задачу, я увеличу сейчас млечные протоки, чтобы было больше молока для моего ребенка, хотя никакого ребенка прилично не кормят уже, да, но мозг работает так, потому что в биологии это так, да, то есть, эта часть, она связана вот с этими именно мыслями, с этими конфликтами, программами, и он начинает увеличивать протоки, там появляется микроизъязвление, и когда конфликт уже дешен, например, вся опасность для ребенка исчезла, или женщина помирилась с ребенком, или что-то еще там, да, с партнером, то мозг начинает активно это все зарубцовывать, лечить, и появляются вот эти всякие кисты, появляются опухоли всевозможные, да, и вот Жильбер рассказывал нам, что женщина за свою жизнь, когда проводили исследование, смотрели грудь на предмет, были ли в ней раньше какие-то остатки, да, опухолей, и выяснялось, что женщина за свою грудь может вот таких там от 10 до 40 конфликтов переживать, и они все проходят, если они решаются, да, на самом деле, и вот здесь очень важно осознать вот эту связь, то есть, если у вас на данный момент есть мастопатия, есть фиброзные кисты, что-то еще, осознать, когда это у вас началось, что предшествовало этому, за 6, 10, 12 месяцев, да, что происходило, в какой ситуации это связано, обязательно проговорить ее, проговорить, проплакать, решить, высказать, можно партнеру высказать, можно высказать ребенку, если он взрослый, да, что переживал, но главное, не обязательно это высказывать источнику, из-за которого все началось, то есть, это можно просто высказать подруге, психологу, на консультацию прийти, то есть, это обязательно нужно эмоции достать, здесь это важно, и кроме того, что достать эмоции, четкую связь установить, нужно вспомнить, что происходило, когда вам поставили этот диагноз, вот это очень важно, вот, на самом деле у мужчин тоже, кстати, бывает рак молочных, ну, желез, вот эти грудные желез, то есть, у них тоже есть, ну, нам такие истории рассказывал, очень много, жильбер, например, у одного мужчины, было трое детей, дочка, начальник нас сожгла, у них был огромный дом, виноградник, огромный, такой красивый дом, и дочка нечаянно включала свечку, ушла в школу, ну, зажгала свечку, и свеча сожгла весь дом, то есть, у них горел весь дом, дочка, ей 14 лет было, но это такой возраст, когда переживания очень сильные, и она потом заболела, то есть, она прямо застряла, то есть, она не могла себе простить, что у нее началась сильная депрессия, а через год после этого, у него начался рак в груди, то есть, переживания, именно, причем именно у него рак в груди, с левой стороны начался, то есть, переживания именно за дочь, и, когда он проговорил вот это все, то есть, ему специалист по исследованию воспоминаний, помог установить вот эту связь с ребенком, то, что, из-за чего это произошло, то, это происходило уже, правда, за один день до операции, но операция прошла очень легко, успешно, и после этого ничего не вернулось, то есть, никаких метастаз, потому что, ну, как нам рассказывала Жильбер, очень много с онкологией он работал, и действительно, когда работаешь вместе с врачами, да, с энергией, то операции могут просто проходить потом очень легко, если, например, операцию все равно нужно делать. Выздоровление произойдет быстро, восстановление после травм происходит, после переломов быстро, и это вот такая, как бы, история. Вот. Потом, то, что связано с грудью, еще очень много моментов, связанных с мужчинами, с их изменами, и с разлуками с мужчинами, потому что мужчина, это тоже вот правая грудь, да, для женщины правши, это тоже тот, кого она кормит, о кого она заботится, да, уже готовите еду. Ну, это отдельные кейсы, там очень много историй, и мы про это будем говорить 24 января, на нашем занятии. Сейчас еще раз попросим Александра отправить нам ссылочки на первое занятие, которое стоит пока что полторы тысячи, и на полностью тренинг, который стоит 6 950, да, это тоже цена со скидкой. Поэтому приходите, разберем там очень много всего, про то, что вы писали, про матку, про миому, да, про проблемы в сексе какие-то, про мужские, вот эти вот вещи тоже. Вы просто можете помочь себе и своим близким. запоры у ребенка на протяжении 2,5 лет, возраст 3 года 7 месяцев. Быстро не расскажешь, Наташа. Нужно обязательно фазу программирования посмотреть. Запор вообще часто очень связан с тем, что семейная тайна, причем старая семейная тайна, которую ребенок держит, то есть запор, он не хочет, не хочет, чтобы об этом узнали. И нужно посмотреть еще, когда они начались, да, и там есть такое деление на 2, обязательно беременность, посмотреть, что было в тот же месяц беременности у мамы, когда начались у ребенка запоры. Например, у ребенка запоры начались, я не поняла, со скольки, да, то есть сейчас ему 3, 2,5 года. Вот с какого возраста они начались, посмотреть, например, начались у них в 1 годик, да, посмотреть, что было у мамы, например, в 1 месяц беременности. Есть такая техника. Посмотреть, что было, когда ребенку было 6 месяцев, потом еще на 2 раза, или 3 месяца. Вот это вот такая техника, которую здесь я не расскажу, ее прям надо показывать на экране, да, как это делать. Вот. И запоры, есть еще причина, кроме вот сдерживания секретов, но нужно смотреть вот эту именно фазу программирования. Оплатить тренинг пополам нельзя, потому что это цена за 6 занятий. Можно оплатить 50%, а к началу занятия, чтобы получить доступ остальную половину, 24 января, то есть, либо просто по одному занятию ходить, потому что эта цена только для тех, кто в ближайшие 10 дней хочет по самой низкой цене получить тренинг и настроен на то, чтобы вот именно все занятия посетить. То есть, это очень такая льготная цена, а не поэтому пополам нельзя. Для оплаты отдельных занятий остальные будут ссылки, то есть, мы пока их не создавали, потому что у нас первая будет 24-го только еще, то есть, у нас все это будет в рассылке, не волнуйтесь. В момент диагностики обязательно будет через 6-10-12 месяцев. Это может быть и через больше, и меньше времени. А как прорабатывать? Мы просто вспоминаем, что было до того, как впервые была диагностирована эта проблема, эта болезнь. Впервые человек плохо себя почувствовал, впервые травм получил, да? То есть, иногда бывает так, что нужно смотреть историю, вот эту вашу, да, личную. И, например, у вас болезнь появилась, мы делим на два этот период, этот возраст, и смотрим, ровно половину этого возраста вашего, там была авария, например, или проблема, или развод родителей. Мы уже вот сейчас увидели с Ириной на консультации, с Ириной, из-за чего у нее началась проблема, там, да, по-женски. Ну, настолько явно циклы у нее прям пошли. То есть, вот эти циклы мы будем изучать, потому что это нужно прям разбираться с вашими циклами, там, про грудь закончили, да? То есть, про грудь мы про протоки поговорили, да? Про непосредственно про железы. Про протоки мы рассмотрели именно вот ситуацию с партнером и с ребенком. Ну, то есть, с ребенком, с партнерами, там, немножечко подольше, у нас просто уже нет времени, мне уже немножко тяжеловато говорить два часа под рентом. Вот, я уже поэтому заканчиваю. Второе занятие будет также сначала стоить полторы тысячи, через 10 дней, ну, то есть, заранее мы будем, заранее мы будем каждое занятие в рассылке, да, писать. То есть, наша рассылка, это вот, сейчас я напишу вам адрес. Каждый раз вы будете иметь возможность также оплатить по полторы тысячи занятий. Ой, я не смогу, Александр, может быть, напишет нам рассылку, потому что у меня тут нет этого клавиатуры. Вот, то есть у вас также будет занятие полторы тысячи первые дни, когда мы будем в рассылку отправлять анонс занятия. Если вы не оплачиваете, там, ближайшие дни, мы будем устанавливать какую-то там неделю или сколько-то, потом будет две тысячи цена. Ну, и после того, как занятие состоится и будет каталоги уже лежать у нас на специальных страничках, красивых, так как это все затратно, да, это делать, оно будет уже по две пятьсот семьдесят, ну, стандартная цена для таких вот занятий. Каждая тема будет уже отдельно продаваться. Ну, вот видите, у меня очень хорошие продюсеры, крутые, поэтому тут же никак, да, ну, я всегда даю возможность по самой минимальной цене получить это, да, то есть оценивая затраты временную тоже своим. Так, непонятно по примеру, вспомнили причину, а потом что? А потом нужно эту причину просто прогревать, то есть ее обязательно нужно проговорить. То есть сегодня такое время, когда люди себе все держат, то есть они не разговаривают об этом. Нужно обязательно поплакать, да, то есть знаете, такое вот поплакать. Знаете, доктор Жильбер Дюна сказал, что мои клиенты это люди, которые очень воспитанные, очень такие тихие, спокойные, которые никому не хотят причинять никакого беспокойства. То есть люди, которые тут же реагируют, которые там кричат, ругаются, плачут и высказывают свои эмоции, проявляют, они реже болеют на самом деле, потому что они из себя это все вытаскивают. Кто по-тихому переживает, или кого мама научила скрывать эмоции, нас всех практически так мама учили, ругали за то, что мы плакали, да, мужчин, вообще, вот почему мужчины так сильно болеют и не разрешают плакать, а вот в Индии мужчины могут плакать, например, и у них нет болезни сердца практически. Поэтому нужно вот эту вот технику, то есть как вот эту технику из себя вытаскивать, тоже имеет значение, какой был конфликт. То есть это у родственников было, да, по родовому дереву, в фазе программирования это было, или это у ребенка, да, конфликт такой, то есть там везде разные способы немножко, да, то есть самый простой, вот я сказала, если вы женщина, у вас проблема с грудью, нужно в ситуацию-то вспомнить и проговорить с кем-то или с партнером можно поговорить, это тоже работает. И поплакать можно. Особенно вот если у вас аборты были, аборты, выкидыши, вертворожденные дети, обязательно каждого такого ребенка нужно оплакать, проплакать. Ну, хорошо сказать партнеру своему, ты знаешь, я очень хотела этого ребенка, там, я сожалею очень сильно, да, то есть, ну, все это рассказать. И одна нет родственников, маленьком пользоваться не умеет. Подойдет, Ольга, если вы все жизненные свои события вспомните, то есть, по цикличности событий можно будет самые верхние конфликты убрать, это тоже работает, если есть заболевания какие-то. Так, нет распространения родственников. Иногда сами можете вспомнить, прямо хронологию своей жизни составляете, до пяти лет если задачу такую мозгу поставить, можно вспомнить. Потом есть такой способ с помощью снов, когда во сне вы ситуацию видите. Это тоже я делала такое, это можно сделать, в какой интуиции хорошая. Задачу прямо такую ставишь, можно помощь посетить ангелов-хранителей, тоже такое есть. Вот. Ну, я так поняла, что сейчас посмотрю вот последние эти вопросы. Угу. Угу. Если вы не знаете час рождения, я карту не смогу сделать, я обязательно рассказываю, проговариваю кому-то, и можно сама с собой, но и нет, сама с собой наедине, Лариса, не работает. Можно осознанием, да, то есть, теоретически можно, вот даже по абортированным детям такое сделать, проплакать там, да, ну, это нужно, чтобы вы вот умели так вот, кто с девочек делает практику очищения памяти рода, мы вот даже можем с предками как бы, да, общаться, кто не боится этого делать, да, кто не видит в этом ничего такого, как бы, плохого, да, просто понимает, что это для подсознания, но не всегда это работает, то есть, лучше все-таки вот, ну, какой-то предмет, ну, вы можете Богу помолиться, да, если вы верите, да, то есть на икону, что-то рассказать такое-то тоже, я думаю, может сработать, просто такие методы нам Жильбер не давал, но я сама как бы знаю, что если человек верит, да, и есть как бы образы вот таких святых личностей, то можно. Так, про эпилепсию сейчас не будем говорить, это очень много причин может быть, да, все вот эти эпилепсии, склерозы, очень там все сложно, серьезно, пока не будем про это говорить, я даже такую тему не брала специально, хотя мы про это разговариваем. Если бы выкидыш и оплакивали, тогда это снова не нужно, если не повторяется, то не нужно, если не, как бы, не было после этого проблем со здоровьем, если бы был выкидыш, и после этого с весом были проблемы, с маткой остались, с яичниками, значит, не проработаны. Вот, потом еще вопрос у дочери с кожи. С кожи, аллергия, то есть, нужно посмотреть, когда началась, есть циклы, поработать с циклами, это на занятии, видимо, будем про кожу говорить. Техника по кожу такая интересная, как с малышами особенно работать, и как с детьми работать, как цикличность вот это увидеть. Так, тройный, одна грехность или несколько? А здесь, знаете-ка, как сама, здесь получается, кто первый получился, то есть, вы не для этого аборт, да, встроенный, как залог. Если аборт встроенный, то просто считайте, как три беременности, то есть, один, два, три. Это же каждый был человек, как бы, у него у каждого свой номер был. Тот, кто родился был первым, да, у него был такой номер, второй родился, у него следующий номер. Там же они все равно не вместе все выходят, а по очереди. Поэтому это раз, два, три будет, конечно. Да, очень интересно еще нам рассказывал Жильбер про, когда вот перед вами, перед вашими родами были выкидыши, аборты, мертворожденные дети. Вот это тоже нужно обязательно проговаривать и отмаливать, и прогревать, потому что программы этих детей и вот это вот ощущение депрессии, да, нежелания жить, вот это может быть из-за того, что перед вами были смерти, да, то есть в этом плане те, кто первые не сорождается, у них попроще с этим бывает, да, и когда абортов не было у мамы тоже. Где можно почитать о всех шести занятиях? Анна спрашивала, там был такой у нас слайд, мы будем писать как раз вот про, в рассылке про каждое занятие, будем заранее писать. И когда мы будем отправлять запись этого вебинара, мы напишем тоже про все занятия. То есть у нас получается женская и мужская депродуктивная система, вес, гормональные нарушения, здоровье детей, желудочно-кишечный тракт, диабет, аутоиммун, красивая кожа и сердечные, там проблемы с венами, с сосудами тоже, это все. И здоровая спинка, гибкие суставы. Мы взяли самые такие вот, с чем ко мне люди обращаются, больше всего. И вот как раз вот с этим вот поработали. Татьяна, вместо к 4. Могу 10 лет забеременеть у второго мужа. На что обратить внимание? Смотрите, вот если вы можете забеременеть, да, это вот все будет на первом занятии, Татьяна, потому что там как раз буду рассказывать, как связано сперма мужчины и жидкости в женской матке, да, то есть почему не наступает беременность. И что, какой может там блок стоять по вашему роду или по его. То есть если ребенок не рождается, значит, есть такое в роду вашем или в роду мужа, что несовместимо с жизнью ребенка просто. И поэтому и не беременеться даже, да, то есть что на самом деле мозг думает, что такой род лучше не продолжать дальше. С чем как бы дальше продолжать, да, если мучиться? Вот. И здесь обязательно нужно сначала подготовить, ну, как бы для этого ребенка очистить немножко от всяких там секретов род, от всяких непрощенных там душ. Поэтому здесь, да, тут работает практика по исцелению памяти рода, но я говорю, что вот этот метод, он для тех, кто, так скажем, больше от ума все делает, да, и хочет разобраться досконально, как и что, потому что практика больше похожа на обычный обряд какой-то, а здесь вы, даже если потом захотите сделать практику по очищению рода, вы уже конкретно будете прорабатывать проблемы родственников ваших, как я сделала, да, по абортированным. И такая практика имела гораздо больше эффект, чем когда просто делаешь ритуал машинально, да, и понимаешь ничего. Вот. Индивидуальная консультация Александр отправил. Поможет ли ваша работа дочери? Стопроцентно, да, работа может помочь, если мы найдем с вами тот конфликт. Потому что, как и Жильберг говорил, я так же скажу, не факт, что стопроцентно. Пока что вот все клиенты, которые у меня были, нам удалось найти, и я этому очень была рада, и даже родственники, да, мои, то есть, с которыми мы поработали, и у себя я тоже. Но если есть такие скрытые, очень тайные инцесты, насилие, домогательство в роду, этого очень много, я не хочу вас расстраивать, но этого и в России, и за рубежом очень много, когда папы своих там домогаются, детей, когда дяди там своих племянников, то есть, это очень как бы вот все бывает, тщательно скрывается, но оно именно в детях проявляется. Да, конечно, Хеллингера, а доктор Рено, он говорит, что расстановки Хеллингера тоже можно использовать для терапии. То есть, смотрите, когда доктор Рено находит какой-то конфликт, он говорит, как лучше его проработать, и там иногда идет очень много дополнительных способов, как это сделать, и он про Хеллингера говорил, что это один из способов, когда можно это сделать, ну, то есть, можно проработать какие-то ситуации, вот эти вытащить, это тоже эффективно работает, но не все же попадают на расстановки Хеллингера, да, и, ну, я знаю, что не всем они помогают тоже, то есть, бывает у человека стоит такой блок, что вот он не может там совершенно, и, ну, поэтому я просто вот этот способ считаю наиболее простым на самом деле, который, знаете, вот чем мне нравится еще исцеление вспоминаний, тут настолько осознанность повышается, что ты начинаешь думать, прежде чем в конфликт какой-то вступить, да, когда ты ребенку что-то говоришь, да, когда ты родителям что-то говоришь, ты уже настолько осознанно к каждому своему слову относишься, то есть, ты начинаешь понимать, как образуются-то вот эти конфликты, и тебе не хочется уже этого делать, и настолько снимается вот это к себе претензии, чувство вины какой-то, да, какие-то события, То есть обязательно поймите, что если вы будете этим заниматься, да, в своей семье, сначала в некоторый момент вам тяжело будет, ну, вспоминать про них, но когда вы их вытащите, уже потом вы к этому никогда не вернетесь, уже никогда вот этого груза внутри не будет. Давайте, наверное, да, это тоже аборт, Катерина, когда на маленьком сроке выпиваешь таблетку. Лучше все-таки считается, ну, использовать предохранение такое, да, или понимать, что когда вы занимаетесь сексом, от этого появляются дети, да, тщательно выбирать партнера, тщательно как бы продумывать, нужны вам дети, не нужны. Да, то есть проблема переедания у нас будет как раз на занятии, по-моему, два, про лишний вес, и там вы будете очень удивлены, сколько там может быть возможных причин, и как они сильно могут быть связаны с фазой программирования, с первыми, там, 20 лет, наверное, вашей жизни, да, то есть там это все программируется. Очень сильно с мамой связано, все, что с весом связано, с грудным укоромлением связано, с ситуациями, когда были какие-то ситуации такие, вот, ну, снижение ценности своей собственной. Вот, Аня, про детей, про маму, это все будет на занятии про деток, на третьем занятии, это прямо нужны тексты, то есть схемы, таблицы, как это делать, и понимание, зачем вообще это делать. Да, да, то есть сейчас мы про это не сможем сказать. Про чевозачаточные таблетки, ну, конечно, вот, Аюрведову очень против, да, вот таких способов. Есть другие способы, менее такие, да, скажем, для женского здоровья, потому что все-таки это гормональные сражения такие, и можно очень сильно ухудшить Венеру и продуктивную систему, потому что там, ну, и печень может повредить. То есть, в принципе, как бы, если очень сильно, как бы, человек такой склонен к тому, чтобы плодовит и очень, то, ну, наш доктор говорил, что такой способ тоже можете использовать, да, то есть, ну, это все понимают, что это для здоровья женщин плохо. Вот, 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 Оксана пишет, что это аборт, ну, я не считаю, что это аборт, просто у меня в роду женщины такие были, которые прям вообще переменены с первого раза. Вот, вот, если это такая ситуация, ну, все равно что-то нужно делать, наверное, вот, или понять, почему, как бы, да, почему так сильно идет такой процесс вот происходит. Переломы не за что-то, переломы это просто может быть конфликт собственного обесценивания, и там очень важно, в какой части тела это происходит. Давайте на этом тогда, девочки, закончим, уже многие покинули наш вебинар, и давайте встретимся уже на практических занятиях. Я вас всех приглашаю, приходите, не пожалеете. И первое будет тоже очень классное, которое конкретно для нас, для женщин, для девочек, ну, такое, что повышает очень сильно нашу собственную ценность. И начинается как раз вот наши эмоции, вот эти все наши отношения с детьми, с мужчинами, каким-то образом приводить к такому благостному состоянию, чтобы мы сами себе жизнь не портили, чтобы нам потом не вырезали матки, ни груди не вырезали, да, то есть как это делают сейчас даже звезды. Гораздо лучше, если мы все-таки будем понимать, как формируются вот эти эмоциональные конфликты, научимся вообще их не... Их правильно проживать научимся, то есть конфликтов не быть их не может быть, да, они все равно будут в нашей жизни. А мы можем научиться просто правильно их проживать. Это очень важно. И цена у нас такая вот, спросили до 20 января, еще целых 10 дней. Мы первые узнали, все, кто в рассылке, они чуть-чуть попозже узнают, да, что есть такая цена. Записывайтесь, оформляйте заказы, планируйте сегодня, чтобы деньги на это пришли. Обязательно придут. Еще раз вас с началом нового счастливого года. Поздравляю, желаю вам счастья, здоровья, любви, изобилия, осознанности, как правило, да. Пусть действительно этот год у вас будет весь... Пусть он проходит с любовью, благодарностью, с радостью, пусть будет много новых, позитивных изменений каких-то, да. Потому что обезьяна без изменений никак, то есть будет обязательно движуха какая-то. Но, тем не менее, первая половина года, как всегда, будет очень такая бурная. Да, потом будет немножечко уже, начиная с весны, полегче, поспокойнее, поосознаннее. Ну, вот я и предлагаю вам поэтому первую половину года прокачаться, от всего ненужного избавиться. И вас тоже благодарю, очень рада, что вы пришли, даже не ожидала, что столько много людей придет. Ну, и все, прощаюсь с вами. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok